У других девочка родилась, и врачи поставили диагноз неутешительный. Она слепая от рождения, и будет церебральный паралич у нее, то есть и ненормальность. К счастью, второе предсказание не сбылось, но она действительно слепая была. Она закончила два университета. Это одна из самых сильных проповедниц в мире. Она по всему миру везде ездит, свидетельствует о любви Божьей, как Христос любит человека. Это надо видеть, слышать. Я видел и слышал это. Если есть желание, можно снять и показать. Без Бога это выброшенное, это отброс. Он никому не нужен. Он вызывает только жалость, а иногда даже неудовольствие, что на глаза попался. Бог делает жизнь осмысленной, глубокой. Когда ты знаешь, что ты не сам по себе, что Христос умер за тебя и ждет твоего покаяния, сейчас, сегодня, не завтра, твоя жизнь наполняется просто мгновенным светом. Со мной было это так. Мне дали в руки Евангелие, когда мне было 23 года, когда я рассказывал учился в приходном училище. И меня никто не уговаривал, но я знал, что Бог есть. Маленько по-другому было. Я везде выписывал по одной строчке божественно, а там написаны цифры, я не знал, что такое. Это глава стих. И вот они вышли в другую комнату, а меня оставили, помнишь, черный переплет, дерматиновый. Когда они зашли в комнату, ну, минут 20, ну как, книга понравилась. Я говорю, книжка очень хорошая. Они говорят, это не книжка, это Евангелие. А для меня это ничего не говорило Евангелие. У нас его не было, я из старовера Кержаков. Я молюсь бы перстным. Так мы приучены были. Я ничего не знаю, я знаю только, что грех. Я ни одного мата за свою жизнь не сказал. У меня мать предупредила, что женщина... Меня Бог сохранил от этого. Почему мой ум и сегодня острый? И в 74 года. Самые мозги разъедает эта связь с женщиной. Мозги дырявые. Это самое страшное, когда человек незаконно живет. Я говорю не о законной жене и женщине. Почему они такие в маразм впадают? Уже 30 лет, уже маразматики. Говорю, у меня 74-й год. Я могу цитировать тысячи мест Писания. И что каждый день вижу, к слову сказать, в мейлеру набирал друзей 60 тысяч. Это за месяц. Я почти всех запомнил. 60 тысяч. И он попадает в себя, помню, он у меня был позавчера или вчера. Это невероятно, это невозможно. Это Бог делает. И когда мы обращаемся к Богу, Бог Духом Святым касается сердца человека. Он его привлекает к себе. И человек делает это совершенно другим. И они когда сказали, вы хотите помолиться? Своими словами. А как своими? Я знаю, Благородица, Дева, радуйся. Достойно есть. Ну, чему научат-то? Кержаки. Но он говорит, молись как можешь. Проси, чего хочешь. Чего хочешь. А чего я хочу? Я хочу, чтобы поверить в Бога. Чтобы в этой книге все истина. Когда склонились, а это были пятидесятники, а у них при веянии ветра, как вторая глава, ветер был дурно. Они говорят, слышим ветер какой-то, а я кланю, земные поклоны-то кладу, а они думают, что сошествие духа тут. Ну, я стал просить. Первая молитва была очень короткая. Господи, у меня веры нет. Дай мне веру в Тебя, что Ты умер за меня. И вот у меня такое ощущение было, как будто бы, как будто бы, я не слышал. Вот по углам звук такой раздался. Верю, верю, верю. Это навсегда. Библия внезапно, как сделалась открытая книга для меня. И у меня, мне показалось, повторяю, показалось, будто бы я нес где-то рюкзак в горах. И вдруг рюкзак с меня сняли, я даже вот так вот, ну когда тяжесть обрубить, и нету, а я все еще под ощущением той тяжести. Я как будто качнулся. Я встал с ног. Это я или нет? Что же Бог сделал со мной? Для чего я это все учил? Я напрягался в это время, на семи языках занимался. Мне это ничего не надо. Бог, которого я не знал, искал. Он нашел меня. Мне хочется каждого человека обнять. Меня Господь нашел. Он спас меня. Я начал сразу говорить и капитану корабля, и каравану кораблей. Все. Для меня все закрыто было. Я ушел оттуда. Далее началась полоса гонений. Я стихотворение написал отцу, отец как бы не верующий. А так, как в басне надо в наш беде случиться. Греху служить смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом. А я нашел воскресшего Христа. Это к отцу родному писал. Он думал, что у меня грамота была достаточно. Я выдаю, в семье 10 детей, я помогу другим стать. Пять братьев, пять сестер. Отец инвалид без руки, и было трудно. Я их всех подвел. Я предатель. Я осознаюсь, да, я такой и есть. Брат старший мне, да, убил бы тебя я. Все на тебя так надеялись. Ты так подвел. Помните в фильме «Скупление», когда говорят Иуда. Ты подвел всех. Ты один на раввину учился. И ты вдруг все променял на Христа. Он говорит, я еще не променял. Не предал. Я Христа нашел. Он вас зовет. Сейчас они благодарны вам. Наверняка. Слава Христу. Люди, которые, вот, брат пришел, первый, вот он священник. А старший брат? Старший умер. И умер. Он, наверное, благодарен. И умер. И по трезвости. Вот так. Он не принял. А потом, да, даже стерпи стал приближаться. Но не знаю. Бог знает. Жить с Богом. Этого истинного жить. Апостол Павел говорит в Филипписном 1.21. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Вы знаете, я не отрицаю никогда. Не отрицал, что. Всегда знал, что что-то есть, чего я не понимаю. Я когда-то служил профессионально, был подводником. Мы коллеги. Я на Тихоокеанском флоте служил. Учился в полстопервом отряде подводного плавания. Тогда его, наверное, не было еще. У вас еще раз не было. Мы с Чуркина. Мы на Елизово служили. А, нет. Это на Пойте, значит. Да. Разные возрасты. Да. И когда, значит, я, когда моя мать узнала, что я все-таки избрал, буду служить на подводной лодке, после распределения, она прилетала ко мне, значит, в Владивосток, в момент, значит. И она мне привезла, моя бабушка по отцовской линии, в Валене, Царство Небесное. Она, значит, в свое время, то есть, это было начало после войны, она собирала у себя в доме Порошева, то есть, она инвалид была. И они молились, то есть, ну, церкви были под запретом определенного рода, скажем так. И вот эта молитва, ей написанная, то есть, она была со мной. Я в случае хочу рассказать. Значит, мы вышли на глубоководные испытания. Я служил в экипаже, который получал новые корабли. Мы испытывали и сдавали на флот. В бухту Ольгу вышли на глубоководные, значит, погружения, то есть, корабли обеспечения. Погода идеальная. То есть, не ветра, солнца, тепло. В надводном положении встали, ждем своего времени, то есть, для глубоководных, из этих, там, все спланировано, значит. Ну, отдыхаем. Приходит время, меняется погода. Думал ветер, все. Волна поднялась. Погружаться нельзя. В то время, я сижу на вахте, значит, в центральном посту, когда должно быть вооружение, у нас взрывается командирская группа ВВД. То есть, подводная лодка с той глубины, на которой она погружалась при испытаниях, без командирской группы ВВД, для всплытия, она бы не поднялась. Нас бы там раздавили. То есть, вот, есть он или нет его. Вот. Вот в тот момент я задумался. А может, это просто с течением... Я садил к этим матросам? С течением обстоятельств, это когда я шел, выпил и упал, вот это с течением обстоятельств. А здесь вот, как-то, обстоятельства не упали. Он комсомолец и говорит, вот я подводник, ну, я неверующий. Ну, почему, когда контр-адмирал, говорит, провожает, и всегда говорит одинаково, ну, с Богом. А Бога нет, почему он так говорит? И это ему, он комсомолец, и рассказывает. Я сказать не могу, почему он так говорит, но сказать так, это надо все-таки смысл, понимаешь, трудное и опасное место, куда вы идете. И мы только сегодня узнаем, какие лодки не вернулись, погибли. Тогда все скрывалось же, не то, что как курс теперь. Лодки тонули у пирса прям, и утонуло. Потому что матрос пьяный, открыл не тот вентиль. До Камчатки это было. Было такое. Вот знаете, как, у нас есть такое слово, промысел. Промыслительная встреча. Мы сегодня возвратились через Черепаново из Маслянина. Вчера мы поехали туда, а там никаких районов нету. То есть один и тот в углу. И ехать ради одного района туда. Ну ехать, раз я уже принял это решение, надо ехать. Молотим машину. Ну, 240 километров нам обошлось туда-сюда. И на Черепаново больше, и теперь только домой. Я приехал в Маслянинск только ради беседы. Ну, сказал, если меньше 10 человек будет, я не поеду. Я за троих. И Господь как устроил этот промысел Божий, что мы с вами встретились. Это промыслительная встреча называется. Вот один неверующий нашего верующего брата, знакомого, убеждал. Говорит, а что толку ты веришь? У тебя дети тоже неверующие. Он говорит, ну у меня двое верующие. Ну, правда, один неверующий, он психиатр в городе. Ну, вот видишь, он неверующий. Такая же, как у меня история. У меня, правда, все неверующие, а тебя один. Он говорит, разница в очереди, Владимир Николаевич, что мой ребенок, да, он неверующий. Он слышал о Боге. И в момент беды, несчастья, он знает, куда обратиться. А ваши дети не знают. Вот в этом разница. Понимаете как? Два брата живут. И живут в Апрунзе. Я встречаюсь с одним. Один брат верующий, а другой неверующий. И у обоих ребятишки погодки одинаковые. Что они придумали? Зимой? Извините, секундочку. На крючках хватать за машину, густовой и катать. Ну, охота ребятишкам-то. Но она на повороте резко повернула, и они отцепились садьей под встречу машину. И они оба сразу погибли. У этих братьев все одинаковое было. Но у неверующих лучше. Когда дают, а в Арык воду-то, этот, ну, баптист, он в собрании, он приходит, ну, что, намолился? Яблони-то засыхают, а у меня, смотри, как планы насят. А ты в воскресенье свое тамуешь. Лоб расшип. Он говорит, знаешь, брат, я знаю, что будет еще другое воскресенье. И Бог будет почетно вести не по этим воскресеньям, а когда воскреснут весь мертвых людей. Ну, тот брат неверующий, он живет в полной силе, все как. И вдруг вот это несчастье. Этому еще в городе сказали, сын-то твой погиб, Сережка-то. А как так? Ну, на машине вот крючками засыплялись. Ну, Бог дал, Бог сделал. Я же говорил ему, что будь осторожней. Верующий. А неверующий ему сказали, он так и умер. У него надежда на него была. И проходят два дня, его из петли вытаскивают. Я жить не хочу. Моя вся надежда была. Вот теперь разница большая. Смерть постучала одинаково. Одним ударом вдвое дверей. И все изменилось сразу. Тебе не поможет ни Кришна, ни Будда, никто. Христос, Который умер за грехи людей. Рассказываю о двух братьях, которые все слышали. Вот вся разница. И если смерть постучится в наши ворота, мы знаем, как ее встречать. Да будет благословен смертный час. Я вот молюсь каждый день и прошу, ангел Господень, не покинь меня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. Она будет разлучаться. И проведи душу мою, помытаться, мы их 20 будет за пьянка, за язык, особые испытания. Ну, как называть, мытельство, того же, скажем так, участки. И проведи ее в вечное царство Христа Бога. Это ежедневная молитва моя к ангелу, которого я не вижу, но он здесь. Я в это верю. Я просто верю в это. И это объяснить ничем нельзя. Вера это дар Божий. Ее нету. Ну, причину надо искать. И вы молите у Бога веру. Вот я насчитываю житие святых. Живу на первом этаже барачного типа. Вторая столетия, 62-16. И в это время я считаю, как демоны оборщают человека. Это житие святых. Я стою с микрофоном, специально сделано. Мне глаза скашут, там машина КГБ стоит, за мной следят. Не успеть скачать, пленку вынести, спрятать, там размножить. А вечером тишина. Шторки у меня надвое. Матрасами завешано, чтобы не слышно было. Вот зима, пурга. И вдруг в раму такой грохот. Я не один дома. Все остановились. Я перестал. И на пленке это все громкий грохот. Кому это надо? Почему стучат? Соседи сделали замок, чтобы в там вор не заходили. Они дома, я договорился, вы ставите замок, меня из комнаты не выманут. Я уже не выйду по массиву. Один запнет, я никогда не выхожу за дверь. Никогда. Это мое правило. Солнце горизонта коснулось. Ко мне пришли друзья, я из дома не выпускаю. Я заранее предупреждаю. Солнце коснулось, будешь со мной ночевать здесь. Я тебе место выдам. А ты думаешь, слишком опасный район. Это осипедка. А выходить и не выходить. Ну минут пять. Решили. Выйдем. Выйдем несколько человек. Может кто-то приехал. Может не знает это правило. Выходим, открываем замок. Сколько глаз хватает с угробом зимой? Намеренно ни следа, ничего нету. Как так? Ну след-то должен быть, тот сущал-то. А его нету следа. И по сегодняшний день его нету. И неверующий человек, любой, он должен задуматься как. Вот тут слышал грохот. Может показалось. Но я прокручивал его и топор. Остановленная запись была. Слышно, как стекла дребезжаты, сильные удары. Кто мог ударить? Ветер. Ветер. Ну слабая поземка идет. И чего этого нет. Подходил кто-то. Насколько глаз хватает. Но не могла рука быть у него там 30 метров с дороги. Кто? Пришла. Поверь, я знаю кто. Ангел. Пошли. Ангел. Но какой ангел? Патш-ангел. Которому не понравилось, что я считаю о нем, как его побеждать. Демон. Бес. Как толстой назовет. Черт. Он забарабанил, а его следы не надо осталось. Мы обычно, когда встречаемся, то у нас вопросы и ответы. У кого-то вопросы есть. А вот вы сказали, что погромче. Погромче, я подойду к вам. У меня не подознает. Говорите. Я хотел спросить, вы говорили, что богатство там какое-то нельзя. Нельзя быть богатым? Нет, я не говорил. Я сказал, нужно богатому эти старства небесные. Им правильно нужно распорядиться. Бог делает богатым. Вот я богатый или нет? Все знают, у меня нищий богатый. Нет, я имею в виду не духовное богатство, а именно машина. Машина может. Это мы знаем, в Библии очень богатый Балавраам, Ио, Давыд. Но он говорит, ни одного нищего я не оставлял, чтобы не накормить. Одеждой моих овец, которые с овец, одевались бедные и покинутые. То есть правильно распорядись, поделись с Богом. Минимум 10-й час, ежемесячно, отделяй на дело Божие, отдай священнику. А дальше сколько поселишь, сколько и пожнешь. И Бог не запрещает быть богатым. Но предупредил богатому в эти старства небесно трудно, как в вере в беду сквозь егольные ушки пройти. У него горбами сцепляются. Это не просто богатство. Человек надежду полагает, он надеется на богатство. А я выкуплю, я сделаю, ничего ты не сделаешь. Вот у меня надеяться? Нет, на что абсолютно нет. Я пришел, у меня ни ходатайев нет. И вдруг начальник тюрьмы делается моим другом. Умирает по-христиански. Следует, который меня допрашивал, принял крещение. Понимаете? У меня курирует МГБ, Московское КГБ. А здесь полковник КГБ. Они шагу не дают сделать это. И вдруг они делают это такими близкими и покупают мои деньги. Это вообще нельзя вообразить. Я рассказываю не басни какие-то. Однажды я попал на маленький собакурующий. День рождения у председателя Крайового Суда. Это генерал-лейтенант. И прокурор Край, генерал-лейтенант. Мэр города. И они говорят, о, а мы только о вас беседовали. А я о чем? Там председатель Крайового Сибирского Новосибирского сейчас. Процентка. Тоже генерал-лейтенант. А мы о вас рассуждали больше. Более счастливого человека мы такие встречали. А почему? Я же по вашему ведомству не раз проходил. Судили меня. Вы делаете то, что вам нравится. И вы счастливы в этом. Да, я делаю то, что мне нравится. Вот я еду, молочусь. У меня поздно позвоночники операции. Еще две грыжи. Я едва стою, но никто этого не знает. Я ни одной таблетки еще не съел. И болезнь себя я не считаю. Болезнь, естественно, все. Я еду в такую даль. Представьте, от Байкала до Москвы. Вернусь в каждой библиотеке. Спрашивают, как встречают? Я говорю, встречают по-разному. Провожают одинаково. Провожают. Фотографируются, улыбаются. Отвечают иногда с таким недобелем. Такие вы. Я им докажу. Книги не экстремистские. Какое отношение? И когда узнают, что и найдется человек, говорят, моя. В интернете вас знают. Это он самый. Но тут уже все задано. Они собирают всех и начинают беседовать. Будущие неверующие, чем я мог заинтересовать? Ну, посмотри на меня, пигмей. Кто я? То есть я мошка-бложка. Но в глазах людей я делаю с другим. И вот она говорит, вот такой был. Я сапоги. Я с заплатами. Сапоги с заплатами сегодня. Это что, ваш имидж? Он соответствует вашему идейному убеждению? А я вот это не думал. Мне когда жарко, я снимаю сапоги босиком. Иду по городу, в краю администрацию. И у меня это не существует. Ну, подошел, если бы я запачка под колодкой, помогут. И везде принимают. Вот представьте, стоят студенты. Я подошел к ним и подаю визитку. У кого нашей визитки нет? Есть. Нет. С нашего сайта. Это супер сайт. Как они ведут себя? Просто 50 книг только аудио. Вот представьте, я разговариваю с этими людьми. И они удивленные такие. Ну, я каждому достаю и даю этот сайт. Как вы еще даете? Как вы еще даете? И наемка. Вверху написано, когда сайт откроете, православный форум Игнатия Латтера. Щелкните сразу на форум. 1300 тем. А в Mail.ru? В Mail.ru. Да. Ну, это супер сайт, повторяю. А на той стороне, это я занятие, 17 лет в университете идем. И они, студенты. Да, Игнатия. Студенты смотрят на меня. А я подхожу, у меня штаны, это я тут надел. Вот так заплата, так. На три этажа везде все заплаты. Я говорю, ну, просто донашивать. А они этого не видят. Ну, и сзади заплаты, конечно. И белый милень, конечно, вот как вот он взял. Они крепче белый милень. Я не разговариваю. Ну, я их подам всем. Ну, и повернулся, раскрылся, пошел в следующий год. А к ним кто-то подходит. А что у вас в руках? Да вот сейчас. А куда он делся? Да вот он пошел где-то. Да нет, это не тот был. Они поздравляют студента, тот забегает и мне вперед смотрит. Тот это или не тот. То есть они видели одного, а увидели теперь другого. Тот возвращает, да кто он самый? Да как же там? Тот что, переодевался перед мамой или еще? Да нет. То есть даже сама форма, одежда, она за меня. Я говорю, и все знают, я говорю, и именно так живут. Я вот когда людям рассказываю, о чем-то вы понимаете, что такое благословение и проклятие? Ну, батюшка благословен. Ну, а что оно означает? Означает благословенное. Ну, в общем, хорошо. Жена будет послушать, и дети будут нормально, заработок хороший, машину у тебя не ломают. Ну, то есть, ты думаешь, что это хорошее. Проклятие, когда все кверх тормашками. Сосед тебя поджигает, собака сдохла, жена ушла. Ну, то есть, все хорошо. Что ты хочешь иметь? Благословение. Так, слушай, настоящее благословение в Гиблии. Первое благословение дано Аврааму. Авраам это первый еврей. И там написано, благословляющий тебя, благословен будет от Бога. Проклянающий проклят. Никогда не проклина еврейскую нацию. К тебе возьмите всех. Никогда еврея не проклинать. Это табу. Еврея, касающиеся, касаются очень далеко. Против еврея боролись такие личности, перед которыми весь мир склонял голову, как Акадон Витлер Сталин. Их давно нету. Они набрали такую силу сегодня, все под руками у них. А как благословлять Господи? Дай им веру в тебя. Они распяли тебя, они тебя не знают. Да будут они благословенны в очах твоих. Мы должны просто войти. И второе, последнее благословение, это Малахия, третья глава. Господь говорит, проклятием вы проклятие весь народ. Весь народ, вдова, дети. Почему? Вы не платите десятину. Священство моем. Это книга Малахия говорит. Принесите в дом Божий десятину. Не открою ли я небо для вас? То есть, начинает человеку говорить, он, а почему я должен папу отдавать деньги? Такой пузатый у него иномарка, я буду ему платить. У меня пять ребятишек. Я тебе закон Божий прочитал, а ты уже делай как хочешь. Но тебе не выбрось из нужды. Господь говорит, небо и залью. У тебя будут покупатели, труд твой будет сцениться. У тебя все по-другому пойдет. Ты десятину отдели, если не отдавал, уверовал, посчитай за все годы, отдай ее сразу. Отдай в руки. Вот я первый раз услышал в 62-м году. Я услышал о десятинах. У меня в мыслях не миркнуло, что а что я могу давать папу? Я сразу решил, я буду давать девять десятин. Я фанатик. Из 100 заработанных рублей 90 год задавать на дело Божие. 50 лет я прожил в этом накале. 50 лет. Поэтому я всегда работал на двух-трех работах. И у меня выработка была самая большая в 30. 280-300 процентов. Я пищник, лотник, все такое. Девять. И я ни разу не пожалел. Что у меня есть, вот изданное. Это у меня все туда идет. У меня ничего нет. И в то же время голодный ни разу не ложился спать. Все деньги, которые мне люди помогают, вот сейчас я все бесплатно без заждаю. Не то, что там хороший, но просто, я говорю, что это тоже закон, он на меня распространился. Я ни разу не был постараблен, доверившись Богу. Вот ответ. Говорят, а с чего начинают? Вот женщины были в одной. Первый, сейчас я надену платочек. Будем молиться сейчас. Я говорю, и помолились. А у меня разве что-то изменится? Изменится. Твое отношение к хлебу насущному. Но ты молишься, а я, говорит, не молюсь. Какая разница? Хлеб-то одно и то же вкусно. Ты просто ешь за... А я от Бога получил. Это большая разница. Тебя в темноте кто-то подставал, ты не знаешь. А меня подставал любящий меня. И при свете дня. Это большая разница. Я знаю, что это моя любимая жена, а не просто блудница из-под забора. О! Вывод уверующий какой. Что бы я ни делал, я это делаю. Во имя моего Христа. Мой Господь. Он любит меня. Я себе не принадлежу. Вот мы сегодня ночевали в лесополосе. Едем далеко где-то. Мне очень Господь позволил изобретение одно сделать. Я просто чуть ли не горжусь этим. Как мало топлива потратить? Путешествия на память. С собой брать остро отточенную лопату саперную. Вот такой пример. Она нужна. Написано, пойдешь когда? Пусты, выкопаялку и зарой испражнешь. Ибо среди вас ходит Господь. Второе. Я делаю печку. Метровую траншейку. 25 сантиметров шириной и 25 глубиной. Выкапываю, аккуратно пласты складываю. Подщищаю. Теперь здесь я разживаю огонь. А сверху у меня решетка из холодильника, с задней стороны. И она уменьшила, чтобы два чайника и кастрюли входили, а не по 5 литров. И арматуривные две плечики, чтобы не провалилось. И вот мало сучков совсем. Разгорится. И горит, и горит. Тепло-то деваться некуда. А самое большое тепло наверху плавлено. Как раз захват. Она говорит, как атомный реактор. Значит, моя задача печку сделать и выкопать туалет. Это каждый день я это делаю. Я развел, теперь другой собирают хворост. Я сажусь в картошку чистить. Это тоже моя обязанность. А уже заливать будет другой. Это ему положено. А он забыл. Забыл, а я не говорю. Теперь только отъехали. Ты залил мне, стоп, машина. Теперь через поле шпарит туда. Теперь иди заливай. Я вам память пришью к вашему ушам. Понимаете, даже в этой бедности можно жить интересно и красиво. Ему утром встали, утреннее правило. Помилуй меня Божий. До воскресняет Бог. Все прочитали. Живые помощи. Сто поклонов. А что за? Ну, Иисусу Христу. При благословенной деле Марии. Ангелу Хранителю. Иоанну Крестителю. Николичу Дотворцу. Всем святым. По десять поклонам. Пророкам. А небесным силам. Мученикам. Святителям. Женам и девам. Сто поклонов. Утром и вещам. А после этого на молитве мы поднимаем руки. И молитва заканчивается так. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. И услыши молитву всех, кто о нас молится, во благо нам. И прими нашу молитву о всех, кто нам заповедовал молитву. После этого опускаем руки и говорим. Господи, Владыка, говори, слушает раб твой. И мы стоим несколько минут прислушаясь. Что мне Бог положит на сердце? И внезапно бывает изменение маршрута. Мы намерились встречаться с митрополитом. Я встал с молитвы. Сразу говорю, меняем маршрут. Срочно уезжаем отсюда. А почему? Да мы же договорились, наши там ждут. Не знаю. Мне на сердце это положено. Мы мгновенно направляемся в другом месте и быстрее из города уезжаем. Проходит какое-то время, дальше мы узнаем, что это означало. Оказывается, в другом городе, на пути, священник собрал людей и нас там ждут. И мы должны вовремя, куда пошли мы, а люди уже собраны. И это все у нас на видео снято. Теперь с задним умом возвращаемся туда. Надо Богу доверять тебе. У него вообще-то ничего нет. Кто-то поел, сходил, попил, помощился, телевизор, холодильник, ну и постель. Вот у него треугольник, он мается на этом. А уж пенсионеров, у них одна запах, ись, ись, ись. Больше ничего нет. А может просто прислушиваться к себе, внутрь заглядывать почаще. Я прошу-то не к себе, я прошу, что Бог мне на сердце положит. Я ничего не слышу. Но Бог положит на сердце. Бог. Я же к Нему просил. А эти уже договорились, что я старше, за безопасность отвечаю я. А там священник, бывший следователь КГБ, обратился к Богу, и теперь стал священником. Когда меня судили, они говорят, вот какой душ он нам погубил. Это Бог сделал, не я. Я им доказываю, я могу ли его убедить. Это Бог делает. И вот теперь служит в алтаре. И он собрал людей. Когда мы уезжали, он, я не люблю, это снимает даже. А вот это я не люблю. Ну, не любит он. А когда мы приехали, так в обратном, он уже все там, у него специальные профессионалы стоят, снимают. Народ, то есть, пока мы ехали туда, возвращались обратно, он уже все переменил. Понимаешь, человек, если он не догматик, он меняется. И меняется не в худшую сторону. А теперь люди задают вопросы. У нас все это заснято. И оказывается, нас там ждали. Мы опоздали там, а сколько? На час, на полтора. У него ведь дорогу там ремонт был, а там в горах, там такой серпантином идет, до того опасная дорога. Ну, у нас за рулем сидел дальнобойщик, поэтому мы успели. Почти, почти. Я рассказываю только об одной поездке. Сколько там интересного? Вот, я вам покажу одну деталь маленькую. Если вы не знакомы с нашей поездкой, вы не сразу определитесь, что это такое. Вот, я вам рассказал, как делать решетку, она с нами. За решетку я отвечаю. Растопить. И вот у меня появился этот сувенир один. Так. Что это такое? Только посмотреть можно. И ломать, и всего. Холодная злорка. Так, он стоит 3,5 тысячи рублей. Так, он? Да. 3,5 тысячи рублей. А что это? Камыш. Ну, не такой пол. Драгоценный камень. Так. Ну, я знаю, поэтому. Так, он знаешь. 3,5 тысячи рублей. Треб не искренне убивай. В горах едем. Его подбрасывают, он становится вертикально, прокалывает. А мы, знать не знаем, второе колесо держат. Ну, а дальше-то мы едем. И вдруг наши ребята предпрашивают. Знаете, как у Бога все это сцепление какие есть. К одному человеку подошли. А этот человек, мы не знаем кто он. Спросили дорогу. Ну, естественно, что навигатор-то навигатор. Ну, там не разъединяется, навигатор, голова у него круглая. А у мужика в ответ и говорит. Я перед вами поеду, а вы мне компресс-то там, это, закачать, у меня машина спустила. Я выйду перед вами из этого села-то. Ну, а там, я ничего не знаю. Я не слышу, я стою, сижу, там, перебираю, это, щетки сижу и молюсь. А то дремлю. Вот они выехали. А тогда, когда выехали, ребята без разрешения ничего не делают. Они говорят, тут человек один просит подкачать. Можно или нет? Какой вопрос-то? Я не знаю, что уже они договорились, но они только еще заручиться надо. Я говорю, останавливайте машину, где он? Говорит, да вон стоит. Ну, когда они ему помогли, а мужик подошел и говорит, у вас уже самих колесо-то спущено. А мы первый раз, шофера никакого настоящего нету. Ну, все мы такие-то. Я-то вообще не разбираюсь, ничего нет. У меня никогда машины, ни мотоцикла не было. А запаска-то новая, купила газель-то. Все ключи есть там, две вязанки и ключи. Но на 24 нету. Мы не можем снять его колесо-то. Мы-то никакие. Вот теперь-то, теперь и оказалось, для чего вот этот прокол был. Для чего подошли к человеку. Там из города встречают автобус. К тому человеку подходят. И дальше начинают все между нами. Еще они на колбасе останавливаются, пытаются помочь. Я с ними книгой там рассчитался. Колесо сняли. Из деревни там где-то, видать, далековато деревня. Едет на Беларуси косить траву мужчина. Решкий, здоровый, выпивший. Вышел. Мужики, вам что-то помочь надо. Но у нас уже колесо почти поставлено. Да ничего не надо. Идет он у меня, говорит, за язык-то. Кто-то. Я и говорю ему. Везем книги, говорит, каждый библиотек. И вот надо же, такое несчастье. Камушек. А еще не знали там, какой камушек-то. Потом дома, когда разбортует, увидит. Он говорит, а вы мне дайте книгу. А она стоит. У нас ни подкладки под колеса нет. В бояках начали камушки на домкрате. А лезьте надо в кузов. Я говорю, занятие не за. Эх ты. Я вам хотел помочь, а вы книгу пожалели. Вот это да. Я думаю, я тогда ребятам, говорю, лезьте скорее в кузов. А он стоит и говорит, да я же верующий. Вот смотрите. Вот смотрите. Когда ему подали новый завет в Псалтере. А он ко мне подошел и говорит, у меня брат недавно умер. Совсем другим голосом. Представляете, я теперь понял, для чего это проткнуто. Эта встреча нашей бы не была ни тут, ни с автобусом, нигде. Вот и все. А нам написано, за все благодарите. Я теперь благодарю за проколотое. За 3,5 тысячи, которые нам пришлось заплатить за мое колесо. У нас произошла прекрасная встреча. А он обратно, у него как подъедет, едет обратно. Этот выпивший человек остановился. Ну как у вас, мужики, дела? Ну почти все закончили. Ну ладно, я поехал. Может вам помочь? Может нам буксировать куда-то надо? Мы не можем знать, что у нас будет сегодня, тем более за 2 тысячи лет вперед. Ну знаете, мастер и Маргарита, когда начинает говорить, человек сам устроит свою жизнь. Но чтобы это устроить, ну немножко надо вперед знать, хотя бы на тысячу лет. Он даже не знает, где его голова покатится теперь. Недавно авария была. Удар был такой силы, что он лобовое стекло мужик пробил, вылетел, а капот встал, ему голову срезало, и голова 100 метров прокатилась прямо на остановку. Это вообще я такого не слыхал даже. Это точно как к мастере Маргарите. А ехал-то человек, думал, что едет он к месту, уже никакого места нет. А сверующий может быть, может быть, конец земного пути, мучения, другая награда. А в этом ничего нет, он сразу в ад пошел. Ни покаяния, ничего нет. А мы постоянно едем, молимся, просим Бога. Вот мы побыли, допустим, в Болотце, выехали в Кочанево. Только проехали, я сразу объявляю, ребята, 7 минут благодарения. Все шапки долой, и начинаем все молиться. С какого бы села мы не выехали, всегда одинаково, у нас сразу молитвы, благодарения. На душе легко, нас проводили хорошо, установили связи, книги теперь идут дальше, далее визитки, приглашения, мы сделали все. Понимаете, мы столько друзей приобретаем, даже высказать нельзя. Теперь мы здесь, а люди работают в интернете, приходят, новые души узнают. Эта миссионерская поездка оправдала себя тысячекратно. А у нас ничего нет. На бензин денег нет. Стоят люди, мы спрашиваем опять, как тут проехать? Они говорят, есть такая короче, но тут через горы, Тагучин там какой-то, Тагучин. А мужчина подошел, а что вы делаете? Я говорю, да книги вот развозим. А его сыновья провожают. Он вытаскивает деньги, тысячу мне, это вам на бензин. Первый раз видел, я говорю, ну подождите, тысячу. Я тогда беру книгу, ему одну, да, сыновьям подарил. Ну тысячу-то, это же деньги. Он первый раз меня видит, две минуты стоит, может быть, он потом будет, ну что я сделал-то. Кому я отдал-то? Совершенно незнакомые люди. И притом это не единожды. В одном месте я подаю, ну жертвую книги, хорошо так, достаточно, чтобы. Я отдаю, ничего не думаю. Человек разворачивает, я вижу, что-то шарик, раз. У меня однажды не хватает на выкуп книги, а выкупать осталось три дня, 61 тысяча пятьсот. Денег нет, я всем обидел денег, я не сдаю, а денег-то нет. Ну вот он узнал, помог. Вот перед вами, кажется, человек поистину, знающий это дело, о чем я говорю. И вдруг полторы тысячи я достаю, купили вот этот трехтон, который сейчас дал. Остается 60. Проходит несколько дней, десять тысяч, несколько дней, там, не на два. Остается ровно пятьдесят. В день, когда мне надо платить, звонит звонок. Вы говорили денег, их сорок тысяч возьмете? А, звонит по стационару. А в это время мобильный. Я говорю, ты подожди на телефоне, я сейчас тут переговорю. Звонит главный банкир, Сбербанк, управляющий Алтайского края. Я за вами машину послал. Что ты послал в машину-то? Ну, я-то в коллеги, которые последние выше, я к нему. Беру трубку, сорок тысяч, никого нет. Пока я говорил, я потерял все. И звонил-то я не знаю толком кто. К нему я попадаю, у него день рождения. А когда выходил я, у меня растет там миндаль. А миндаль это символ бессмертия. В Библии написано. Я взял три ветки, сорвал. У него два секретаря. И вот таких помещений два, наверное, три. Там все банкиры, все собираются. А я к нему зашел и говорю, Владимир Филимонович, вот новая книга вышла. Он только открыл ее, и там как раз по финансам. У меня на все вопросы. Ответ, ну просто все, экономика, социология, политика. Я отвечаю на вопросы, и все согласно Божию. Слово Божие. Я сижу, ну вижу, минута, вторая, пять. Я тогда начинаю, говорю, Владимир Филимонович, да отстань ты от меня. Я перед ним, я говорю, я живой перед вами, да отстань ты от меня. Он нашел ответ, который, разве, может быть, он открыл середины, и попал в ответ именно ему. Я говорю, у меня надо книгу выкупать, затруднения такие. Это, гляжу, он полез в шкаф, копается, что-то в костюм, гляжу, вытаскивает, красненькие эти, по пять тысяч, считает. Но это вам пока. Так, я машину сказал, чтобы вас на дому отвезли. Я на дому приезжаю, считаю, ровно пятьдесят тысяч. Я ему ни цифры не называл, а тот, кто звонил сорок, больше не появился на экране. Как, само по себе? Все, все время у меня совпадения такие. Ну, до рубля точно. Нет, знаете, я верующий, я не могу на случай скидывать. Это слишком часто. И поэтому моя вера, она все время укрепляется. Вот вчера, я говорю, я ехал дорогой с таким сомнением, даже утром встал. Это такую даль едем. А там всего один район. И этот район все оправдал. Маслянина, один из самых лучших районов, приняли нас. Мало того, оказалось, на втором отрыве музея, она сидела прям, как говорится, млела. Ну, зайдите ко мне. Я так осчастливен, что посетили нас. И директор, и все. Вот как один подобранный. Но это редкий случай. Бывает кто-то против, там нахмурится. Хотя провожают все одинаково. Сфотографироваться вышли. Это Бог делает. Бог покоряет сердца людей самому себе. Ну, ему угодно было это сделать через нас. Если есть вопросы, давайте. Вопрос. Вот вы говорили про евреев. Разговаривал с одним человеком. И мы так не пришли к общему мнению. Вот благословение, которое дал Господь евреям, оно распространяется и сейчас на них? Даже те, которые, так скажем, плохо живут там, бандиты всякие там? Да, на всех. Благословение в том плане, что они могут спастись. Что к ним послал Мессия. Апостол Павел когда говорит, когда Христос был распят, какое преимущество быть иудеем? Евреи это иудеи это. Он говорит, во всех отношениях. А наипаще в том, что им верено Слово Божие. Мы Библию получили от них. Я бы с вами не мог разговаривать, если бы евреи не сохранили Библию. Во всех. Но им первым наказание за все. Потому что им много верено. И поэтому, говорит, кара Божия, в первую очередь иудеи, а потом и ели. Ели это все остальные язычники. Как греки. И сегодня остаток может спастись. Написано, остаток спасется. У меня отношения с евреями всегда были ровные. Но я им говорил такие вещи, что они буквально трепетали. У меня в книге написано, когда считаешь историю евреевского народа, то создается впечатление, что Бог ошибся и избрал не тот народ. Настолько кровожадные, настолько подло поступают. Все богатство перекачали в Израиль. Народ помер. Сейчас пишут в газете статья, если большевики не победили, в 17-м году у нас бы было 650 миллионов. Где остальные 450 миллионов? Кто сожрал их? Кто революцию делал? Это еврейская была революция. Это история. Каждый день я молюсь Господи, окажи милость евреевскому многострадальному народу. Обрати их себе. Я никогда, нигде не присоединюсь к тем там консистенитам и кто там, что прочее. Никогда. Потому что я буду проклят перед Богом. Мои дела все разрушатся. И поэтому у нас была еврейка. У меня один есть такой человек. Он в моем доме обратился и стал священником православного мира. И наук Израильевич. Но настолько он хороший и добрый. Он пришел один раз. А он гидом работал. Много знает. Когда идем, он каждую женщину. Я остановился, когда вагон опровожать. Я говорю, а что ты каждую женщину раздеваешься? Как так? Ну еще ты глаза не вижу что ли? Ты прям вот съедаешь. Его буквально убило это. И он остановился. И прямо тут же сразу у него все как-то переменилось. И стал православным. И сделался порученцем патриархом. Лев Троссой говорит, мы своих жен одевали в броню. А вы их раздеваете. Это уже так было. Одно слово бывает человека. Останавливать. И он эти нашу терминсть лишь запомнит. Вопрос. А я вот вопрос такой. Может он веселый покажется. Вот верующие люди, они обязательно бороду должны носить. Знаете, Бог там все творил. Я-то ведь не творил. Я просто и вот постоянно вижу вот все. Да, мы все бородами. Так надо? На иконы. Я заметил, в церковь пришел. Я люблю посмотреть. Это важно? Важно. Я вам расскажу. Почему важно? Почему важно? Ну потому что это образ Божий. Вот он рисует картины. Вот Роман видите, все они с бородами. Он не выдумывает картины. Я прошел в церковь и посчитал 475 образов. 475 и ни одного безбородого нет. Ни одного святого нет. Ну посмотри. Просто говорю, сидит при Дрехенгес. Давайте, вожди. У него рот чуть-чуть видно, там ямочка где-то. Карл Марс поменьше. У Ленина клинышка бородка. У Сталина один, а у Хрущева и на голове уже нет. Потом по порядку друг за друг. У Давыда были слуги, конечно, с бородами. И когда он пошел высказать соболезнования, слуг послал на Асу. А там молодой царь, а у него такие же помощники. Они говорят, они не так пришли. Они пришли выездать, вынехать и потом нападут. И они взяли одежду, наполовину отрезали и половину бороды. Давыду доложили. Он сказал, ну, с вами не уходить. Они оскверненные. Там есть город проклятия. Ерехон, пусть сидят, пока борода не отнесут. И была большая война из-за этого. Вот потом тот царь понял, что он просчитался. Из-за Израиля было. Десятки, сотни тысяч убитых было. А все из-за бороды. И написано. Вот я маленько раньше возьму. У Якова была дочь Дина. Она была любопытная и ходила где не надо. И она когда вышла посмотреть, там город Сихе был. А ее там уж княжеский сын-то приметил. А она говорит, нельзя, мы евреи. Ну, что нельзя-то, девка. Сломил ее и изнасиловал. И написано, Дина была обесчищена. Братья, когда узнали это дело. Ну, а тот-то, который сносили, он прислал сватов. По-хорошему, она понравилась. Они тогда сделали предложение. Говорят, мы будем ваших дощеребать. А вы наших. Ну, и как вы обрежьтесь? Вы же не обрезаны. Мы-то евреи обрезаны. Понимаете, что такое обрезание? Когда они обрезались, самое болезненное было, видимо, на другой день. И в это время не напали, весь город истребили. Яков, когда узнал, за голову схватился. Что вы наделали? Я враг всем. И скорее оттуда смотался. Так, Дина была обесчищена. А бороды, которые острили, написано, были очень обесчищены. Отсюда вывод. До слова, как говорится. И когда донесли об этом Давиду, что они с обрезанными бородами, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчищены. И велел царь сказать им, оставайтесь в орехоне, пока отрастут бороды ваши. И тогда возвратился. Поэтому говорить о важности мы можем только сосредоточить в Библии. И притом, а ради чего я скоблить себя буду? Вот мужчина и женщина, ну как курица, петух, отличаются. Баран, овса, бык, коров. Ну все везде отличается. И мужчина с чем? Приходит в возраст. У него начинает появляться волос на бороде. Это мужество. Мужественный мужской пол. А если у женщины растут какие-то гормоны, там что-то сбитое, у женщины с бородой это ненормально. Путь скандалит. Так и мужчина бритый. Протокопа вакуума называл это блудодейной ересью, если знаете. И никогда не благословлял бритых. Вот и весь сказ. Что тебе надо? А я подправляю. Кого ты подправляешь? Бога. Ну вот картина мембранта. Я подошел бы, начал подправлять. Это смешно даже было бы. А это картина Божья. Ты очень красивый. Ты очень хороший. Вот женщина красит губы. А для чего? И Анна Трус говорит так. Это четвертый век. Если Бог тебе не дал красоты, на полтинник ее не купишь. А если дал, зачем ты замазываешь себя? Пусть муж любует со тобою. Просто. И прямо сильно спросили. Четвертый век. Женщина красит губы. Для чего? Ответ простой. Чтобы заблечь чужого самса. Чтобы быть похожим на петуха. Знаете, поднятая церна нагульно говорит на лужке. Я тебя всякую знаю. Мне это не надо. Во всех позициях тебя я знаю. Она была жена. Поэтому мне это не надо. И потому настоящая красота, это там, где неповрежденно. Сейчас ходят. Ну, вся страна в трусы одели женщины. Это не было просто такого. Грудь обязательно так, чтобы соски только не было видно. Это американская мода. Ну, просто принят закон соски, чтобы не было видно. До сосков. И там они закрепляют. И что бы нет. И что придумали? Делать операцию, соски отрезать, чтобы полностью вывелись. Даже не придумаешь что-то, а сатанеть надо. Операцию делают. Ну, и какая красота? Какая красота? Все обвиши, обрюши там идет. Женщина тайна. Это тайна в том смысле, что она должна быть прикрыта. Посмотрите, идут мусорманки. Да, в любом случае у нее щель, как в танке только. О, ничего себе, запарили они их своих жен. Это мужчины у них, жеребцы, на каждую ржут. Правильно. Ну, давай результат посмотрим. У евреев был закон такой же у Израиля. Если она вышла замуж, после брачной ночи оказалась она не девственница. Это узнают. Дальше они расстилают просто и все показывают. Должны довезти до дома отца, возле дома убить. А если дочь священника, жаль живем. Это Библия говорит. Давайте это правило включим в страну. У нас хоронить некому будет. А у них стопроцентная сохранность девственности. А сегодня знают о Телегоне. То есть она имела связи. Это очень важно на самом деле. Поэтому все это оправдывает. И оправдывает себя в полноте. Память первого санца. Знаете, строгость никогда не мешает. Когда на Фарижских островах узнали такое правило, что на островах женщина тонет под страхом смертной казни. Не имеет права никто спасать ее. Да у вас тогда все женщины утонут. Они говорят, а сколько у вас в Англии утонуло? Они говорят, 170 меньше за лето. А у вас сколько? У нас за 170 лет не одной. А почему? Потому что мать ее учит еще в бане. Маленькую учит. Девочка, учи, слава. Тебя спасать никто не будет. Надеется ни на кого. У нас строгость пьяницами. Что строго-то? Сколько подавили людей на дорогах? Сколько разведенных семей? А у них как? Ну, у нас тоже пьяницы были. Вот 51 захватили, казнили, все. А у нас 51 тысяча в день? В год погибает. А, в год-то там уже. Или что-то миллионах? А миллионах? И сколько они даже... Так мусульманский строгий закон относительно не пить эту шайтайную кровь, а продал себе? Вот они работают. Все время трезвые. Вот в окошко побери. Вот они строят. Сколько их везде? У них 12 детей, это не вопрос. Пьют. Спрашивают сейчас... У нас в России пьют. Дмитрий Сбернов. И дома уже пьют. Священник. Неужели так безнадежно? Ну, давайте статистику посмотрим. Это правая рука патриарха по силовым структурам. Он говорит, русская семья, 1,8 ребенка. Мусульманская, 8,1. А как, если с сегодняшнего дня в каждой семье будут рожать не меньше 8 детей? Выполнимо это? Нет. Что спрашивать-то? Мир меняет свое лицо. Франция уже на 48% мусульманская. В Канаде за последние 20 лет в 30 раз увеличилось сенсорство мусульман. У нас главное это не жениться, а монашество. У них главное, чтобы было 4 жены. Нам сравнится не с чем. Они на земле устроили все. А у нас для неба. Ну, как хотелось бы 4 жены. Так что борода это важно и неприкасаемо. Чтобы в 4 раза больше кровь сворачивали. Да, почему? Скажите, вот с такими прогнозами, как вообще-то наше дальнейшее состояние России? Как вы видите? У вас опыт большой. Ну, знаете, я беру статистику. Россия уже поделена. На картах мира она другими цветами. До Урала, где-то 5 государств ее уже поделили. У нас около 5 миллионов, 4,8 миллионов гектаров уже полностью проданы. Все. Восток уже нам не принадлежит. Когда говорят 5 миллионов китайцев, это идет врут уже около 25. Сейчас государство выделяет громадные миллиарды, чтобы дать поселенцам место. В мире этого не было, чтобы свой государь, какие-то базы НАТО строили для подавления собственного сопротивления. Выступает генерал армии Родионов, бывший министр обороны. Ивашов, генерал-полковник, депутат государственной думы. Я могу ему верить? Хоть маленько-то. И он говорит, сейчас одно только подготовка партизанских отрядов, как вести войну на художественную территорию. С Россией, вот как первый там был проект Даллеса, развалить Советский Союз. Вот сейчас Сьюсовский проект решается. Россию в течение двух лет полностью уничтожить. Там проект еще такой. Каждому россиянину дать 180 тысяч долларов, чтобы смотался навсегда из этой земли. И все. Поставленная задача. Из 150 миллионов оставить только 15. Славянское население обречено на вымирание. Вот сейчас женщинам все делают, репродуктивные возрасты не могут рожать, выкидыши. Никаких уколов нигде не подводить. Пища отравлена, модифицируемые продукты. Все поставлено на истребление. А что вам нужно сделать? Приготовиться, умереть. А вы видите что-нибудь в этом? Промысел Божий. Так жить нельзя. У нас тут мы останавливаемся в разных лесополосах, в лесу еще ни разу. От Байкала до Москвы не было, чтобы я остановился. Мы выбрали место идеально. Зашли в высокая трава, свалка. Бутынки, банки, из-под краски. Вся страна, это сплошная свалка и кладбище. Вдоль дороги только памятники, памятники, памятники едешь. И при том бывает по 3, по 4, по 5 человек. Мы отжившая нация. Вот у меня знакомый есть, проректор, академик. И он говорит, я недавно был в командировке в Китае. Ну, как всегда встаем там, в седьмом часу где-то. Я открыл глаза, везде молотки стучат, вижу в окно, везде работает. Настолько там быстро работает. Они приезжают туда нас, там земли берут, и там лук, там корейцы разные, арбузы. А наши что? А наши ночью собрались, и лопаты перерубили все арбузы и капусту, чтобы смешать с землей. Да как они к нам относятся? Корейский мальчик. Вот, это было в Барнауле. Корейский мальчик. Родители послали учиться. Вышли наши кинседы и убили его. За что? Они получают его в гробу. За что? За то, что у него глаза, Кита. Нападают в вагоне. Били они его там, разбитой бутылкой, как вонзили все. Он оборонялся долго от них. Другого в вагоне. За что? А он на нашей земле. Какая наша земля? Земля Богу принадлежит. У нас пустующая земля. В Алтае 1 миллион 200 тысяч гектаров пустующей земли. Это данное устарело, я говорю, но в другой просто нет информации. 17 тысяч сел полностью и отсутствует. Тысяч. У нас в законодательном собрании депутата КПРФ, Данилова Нина, она говорит, это не то, чтобы из реестра выщеркнуть поселение. Это потеря территории государственных. Она не будет пустой, там будут китайцы, будут в Средней Азии. И они все заполняют брошенной деревней. Нам нужно приготовиться, достойно умереть. Больше ничего нет. Я, как верующий, мне это абсолютно все равно. То есть, как русский, я страдаю от этого. Я за свою нацию. Но у Бога свой план. И замыслы масонов, комитета 300 могут не исполниться. Есть такое слабое пророчество, небиблейское, что Россия должна на короткое время воспрянуте будет император православный. Будет страшно много крови. Победят именно та сторона, которая правая-белая, так образно скажем, и которая красная, никого никуда брать не будут, расстреливать на месте будут. Просто все будет завалено трупами. Но это на самое короткое время. Нам это нужно. Когда пророчество говорит о море крови. Наша задача людям указать на Христа. Привезти их к подножию Голгофского креста. Другого просто нет. То есть, будет война, нас будут выгонять с наших домов, по-вашему? Да, это не по-моему. Это весь мир знает. Просто зайдите в интернет, зайдите на мой форум и посмотрите будущее. Зарядите просто на моем форуме. И там все данные выступают. Там фильмы какие-то ставят. Люди самых высоких рангов говорят об этом. Нам ничто не поможет. Почему? Потому что мы разложившиеся, умершие нации. Это поясы чистописи. Не согласен я с этим. Ну что ж. Не согласен тут даже под нож. Согласен, не согласен. Не считаю. Это жизнь. Некоторые, когда царю говорили, что ждет царя, не верил царь. Заводы работали, пули отливали. Эти пули будут царские, дочерей стрелять, штыками будут докалывать. 57 тысяч храмов, 1275 монастырей. Все под нож пошло. Что непонятно-то? Это уже проходили мы. За каждое государство, персидское, римское, боролись патриоты. Не устояли. Это время. Приходит время. Написано, меняется царь, меняется обстановка. Короче, мы ничему не учимся. А? Ничему не учимся. Вот это беда. Совершенно верно. И поэтому я надеюсь на Бога. А я буду сопротивляться. Как и кому. Вот я говорю, вчера, кажется, разговаривали о нем. Ну я согласен. Она говорит, не я, а муж у меня. Не согласен, что в одну щеку ударят, а в другую подставят. Я говорю, что ты сделаешь? Ну как я буду защищаться? Ну вот сейчас, заметьте. Во двор вошли. Собаку из автомата зашли в дом. Все это раз автоматами. Ну что ты будешь делать-то? Ну просто скажи конкретно, что? Один шаг вперед, он расстрелял тебя. Дальше что? Смотри в глаза, что ты ничего не сделаешь. Во-первых. Ты должен реально рассматриваться. Напротив нашей границы с Китаем сто дивизий развернутых. У нас одна по всему краю разбросана до Иркутска. Нас бамбуху ему палками заклюют. И выход один. Довериться Богу. И когда, если я знаю расстановку, что государство должно исчезнуть, то Путин прав. Вот это разложение армии, уничтожение, меньше крови будет, меньше сопротивления. Потому что, конечно, результатам неизвестен, что страны не будет. И потому что они вводят войска НАТО в милицию, в полицию, чтобы не так было заметно, когда там полиция будет. Зачем вы переименовали-то было? Почему из паспортов убрали национальность? Да какой же это паспорт без национальности? А почему? А чтобы нигде не появилось слово еврей. Поэтому все остальное под метелку. Тут дураку понятно. Мы никто. А когда я с Богом, я разговариваю с самого высокого ранга с евреями. Вы посмотрели, какой разговор идет. Как они прислушиваются. Божье слово имеет такую силу, о которой мы даже не подозреваем. Это простое слово. Со мной сидит директор, спорит. Его ребятишки, костер. Мы одни, где бывшая деревня. Он же тут приехал, это наша земля. Я говорю, земля? Господня и что наполняет ее? А что вы сказали? Я говорю, Господня земля и что наполняет ее? Псалом там 134, такой-то стих. Он почти ел углами, пошевелел. Ну, я поехал домой. Директор Сокоза. И гонит. Я потом стал об этом думать, как он спорил здесь вешеный. Вдруг я такую фразу сказал из Библии. А фраза из Библии это незримо. Там может быть лазерный луч в миллион или миллиарды вольт бьет. Незримо. Почему? Когда Христос разговаривал, Сатана приступил со скушением. Это Матфея 4 глава. Сатана говорит, бросься вниз, понесут на руках. Сатана тоже цитирует живые помощи. А Христос опять говорит, написано, не искушай Господа Бога, который Сатана вступил. Написано. И мы не знаем, какой свет, какая энергия отошла. Дальше. Сделай камни сии хлебами. Христос говорит, написано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом исходящим из Узб Божий. Сатана больше к этой теме не возвращается. Все. Мы не знаем мощность силы Божьего. Почему люди не цитируют Слово Божие? Его надо знать наизусть и цитировать с точностью данной буквы. В них заложена особая мистическая непонятная сила. Я 50 лет занимаюсь этим. И скажу, что это только так. Три искушения мировых достается их рассматривать. Сатана предлагает Христос. И Христос на три отвечает, написано. А у нас сегодня решают какие-то вопросы. Два перста или три. Когда о них не написано, вопрос снят. Златовозащего бельгинета о том не рассуждают. И весь сказ. О чем спорить-то? Вот одна книжка, я сегодня там заходил, где-то случайно у Романа увидел. Называется «Правда. Старая мера». Вот книжка. Остаробрядца. Очень хорошая. Я немного прочитал Хомякова. Там какой-то Щерков как-то пишет. Хорошая книга. Но ни один не приводит до священного писания. Правда, что у Старобрядца. Их дали несправедливо. Преследование несправедливо. Не нужна реформа Никона. Она никому не нужна. Она разделила русский народ. За ней последовала амассонивание страны и революция. Но ни те, ни другие слова Божьи мне просто не пользуются. Вот она говорит «старая мера». Я спрашиваю «с какого времени?» С князем Владимира. А почему она вдруг старая-то стала? Она в 900 году была новая. Старая та, которая от Христа идет. Почему тысячелетие-то отбросили-то? Они говорят «старая» называют то, что князь Владимир принял. По сравнению с сегодняшним, да, старая. Но эти Евангелия написаны в послании Филипписам 1.29. «Подвязайтесь, единодушие, за веру евангельскую. Не за старую, не за новую, а за евангельскую». А Евангелие не переводили. Только в 1876 году перевели. И поэтому эта книга, она заголовок неправильный имеет. Хотя все написано правильно. В понятии людей она старая. А по Библии она просто новая была в 900 году. Так? И спорить не еще. Сергий Радонежский, два перста, Серый Римцаровский, три. И вы бы канонизированы. Если кто не знает, то смысл жизни. Такая есть организация в СИОН, Институт общественного мнения. Ну, везде они расспрашивают людей, данные дают. Ну, я не могу точные цифры назвать. Просто так, допустим, 20 тысяч человек они опросили. Примерно 84% ответили, ну, живу и живу. Ну, обычно говорят, там, сына родить, дом построить, дерево там вырастить. Ну, вырастил не одного сына, а тысячу сыновей. Построил своими руками один город, такой, как Мехико, на 18 миллионов. Ну, умереть-то будешь. Ну, еще тебе от этого. Ну, там, у Султана Брунея 1850 комнат. Он в каждой комнате не бывал даже никогда. У меня 12,8 целых квадратных метров, у меня. И 11 человек, а у меня на этаже, на плоскарке комната разбита. На полу не лежали. Тут же переплетный цех, тут же том студии на 15 магнитопонах. Все в одной комнате. И переплетный цех. 12 квадратов. Неудобно. Кому как. Я во мной был, и когда побыл, а у нее современные этажи там где-то. Я пришел, и у меня сразу сложилось стихотворение о куле-полигоне. А она в книге прочитала, когда я говорю, это про нас. Я говорю, как ты догадался? Так все сходится. А я, говорю, ходил по вашим комнатам и мысленно примеривал, где я типографию поставлю, где люди будут собираться. Какие столы у меня каждый день будет не меньше, как человек 70 в комнате. Я говорю, мысленно, размерившись, а в стихотворной форме. Вот это стихотворение одно, 9 лет назад, я не рассказал вам. Сушите сухари. Уходим до зари. Одна срочка мелькает. Ну, я зарядил в Google, у меня 16 них в один файл. И другие 37 впало. Ну, легко искать, чтобы было. Я нашел, в 8 томе это. Сушите сухари. Уходим до зарей. Поход нелегкий и неблизкий будет. Великий труд, что съел, перегорит. Без праздников маячат только будни. И вот в нашей поездке через 9 лет все это уплотилось. Неближний, тяжелый, никаких выходных нету. Ну, и мы мешок сухарей становезем. И встаем до зари. Потемка. Вот как будто каждая строчка была написана, а дальше все говорится, там еще 8 куплетов, как будто сегодня это было сказано. Я сегодня от руки переписываю. Это не я до сих пор не писал. Хотя мы именем подписаны. Это Бог делает. Я извиняюсь. А почему вы в 4 часа в утро стоите? В 4.40. Не в 4.40. Хорошо. Почему в 4.40? Я не могу объяснить. Я в 6 стою. А почему в 6? В 4.40? Знаете, я не могу на этот вопрос ответить никому. Просто наитием я нащупал это время. Наитием. Когда я забунтовал одно время, почему он должен спать долго? Я стал солнце сокращать, сокращать, и он у меня зашел 20-30 часа в сутки. Вот когда я много самосоздал, много насчитал, все. 20-30 часа в сутки. Я неукротимый был в работе. Я ни одного перекура не знал. Если я работаю, печку делаю, от фундамента до трубы там, а нет. Дня 3. Я в день делал 2 тысячи. Дети у меня были, получались немалые. Мне нужны, мол, мои доходы, покупать, все содержать. И я остановился в 4.40. Почему? Я вдруг встречаю у лариата Нобелевской премии Марии Терезы, албанка такая святая, она коммунизированная. У ней сон был такой же, и она вставала в 4.40. Я до того виделся, цифра-то не круглая, было бы 4.50. Объяснений никакого нет. Но именно в это время меня Господь понимал. У меня нет объяснения тому. Но я считаю один раз, потом еще кого-то встречаю святого, именно в 4.40. А я на истином это просто дошел. Вот у меня говорят, а как вы это узнали? Вот я за компьютером провел больше 30 тысяч часов. А вы видите, что-то при солнечном свете я мелкое считаю. Но я как только начал работать, я сам набор делал и верстку сам делал. Я понял, что нужна морковь. На самой мелкой терке две морковки утром и две в обед. Почему? Спрашивают. Не знаю. И вдруг сейчас лекарство продают антикаротин, который закапывает в глаза, который работает. А мне это на сердце было положено. Вот я изучал когда языки, пакетный метод. И потом я самостоятельно его нашел. В армии был. И вдруг Аполлон в союз готовят, учат быстро понимать друг друга, американцы. И они изучают этим методом. Кто от кого взял, но я их не знал. За границей был. У меня зуб заболел. Меня привели там, опрокинули лакированные кресла. Посмотрели, говорят, зуб надо выдергнуть. Да у вас тут не один оказывается там. Я говорю, я слышал, штиф делает, а потом наращивает. Это снивышей десен. Я говорю, мне нельзя дергать. Почему? Я в университетах веду занятия, и мне нужна память. Память должна быть просто полная. А вы держите зуб, у меня памяти будет меньше. Память, язык. Да какой же с зубами память-то? В чем попало? Я не могу объяснить. Ну посидели, поговорили. В Нью-Йорке это было. Ну я с тема ушел. Но мне как полит заключен, мы льгон-то ей зубы бесплатно ставим. Я воспользовался и пошел. Пошел, та же самая история. Надо выдернуть. Я говорю, мне нельзя. Я в школах, в милиции, везде веду занятия, проводя программы, веду. Мне нужна память. А какое отношение зубы? Вот верхнее, может быть, что-то и есть, он врач говорит. И вдруг проходит лет там 12, не меньше. Я читаю, шведские ученые многолетним опытом опрашивают, что с каждым вырванным зубом корень уменьшается память. И проценты видят, допустим, там 3,5%. А меня спрашивают, а как вы могли знать? Никак я не мог знать, я просто, ну я говорил и все. У меня опыта не было, я никого не расспрашивал. А как вы могли узнать? Я не могу эти вопросы ответить. Я молюсь, вот у меня темы, которые написаны, стихи. Ну, поэты такие, которые ведут в литературном институте, там, кружки в Москве. И говорят, а где вы это берете? Такие вот темы-то ваши будут. Для них они очень интересны. Я говорю, готовый Бог дает. Вот и крест, а у меня щетки называют, лестовка. И я молюсь. Я прошу Бога, и Бог дает. Я на данный момент встаю, и раз, одну строчку запишу. Молюсь дальше, бывает вторая строчка. Дальше я не буду. Это у Ивальни было так. Он был музыкант. И когда он в алтаре был, и у него музыка там, фу, где-то это, у нас, а потом доложили папе. Ну, что сделать? Если бы так, его на костер возвели. Во время места записывать свои там крючки стоят. Но папа сделал сисхождение. Они все ненормальные. Музыканты и поэты. Поэтому сделаем скидку. И поэтому мы получили прекрасное произведение Ивальни, написанное прямо в алтаре во время места. Вот у меня что-то подобное. Подобное, конечно, другое, говорит, а ростом пониже и духом пожиже. Но Господь позволил. И когда мы начинаем искать ответы, кое-на-что я на многое отвечаю. Тысячи вопросов. Но лично о себе я не могу ответить. Почему именно? В тюрьме вдруг у меня сразу 4.40 я перешел на 4 часа. Ровно в 4 подъем. Я молился и просил. Вот о чем мы просили для тюрьмы? Я просил, когда меня арестуют. А я ходил с сумочкой, с лукарей, одежду. И после первого, второго ареста 5 лет я не выпускал сумочку. И в церковь. Везде на работе меня арестовали. У меня сумочка готовая. 5 лет под таким напряжением. Разве можешь, я говорю, а как Рихард Дорджи жил? Он же под таким же напряжением. Я испытал, как мне пришлось убегать. Как мы там с КГБ это все, это фильмы можно ставить. Боевики. Это Господь делал. Как вывел я людей из своего помещения, когда мы были блокированы. И уже до суда, до права. И как вывели людей? Они по приборам на столе определили. Было 12 человек. В каждую щелку везде щупаны. Комната 12 квадратов. 6 часов обувств шелк. Все. В земле везде. Из тайников, какие были у меня, допустим, 8 тайников, 4 нашли, 4 так и не нашли. 4 не могли найти. У меня были обои, и в одном месте обои, а обои такими плеточками, в одном месте, там буквально шило нужно было открыть, и тогда можно было открыть, и там найти. Нашли окаянное. Нашли. Вот у меня стол был, а стол вот так поднимался, а там пишущая машинка. А закрывалось просто. Они не могут открыть. Ну, откройте, но все равно жопыск идет. Ну, я вижу, что они начали ломать, вот у них выдерживание, дверь у меня сломали, выдерживание. Тогда я открыл. Они открыли, а там пустое, написано КГБ. К. КГБ. Комарилия гнусных безбожников. Вы опоздали. Они, Игнатий Тихович, ну это уж вы зря. Я говорю, да я сам вижу, что зря. Мог уже тут не говорить этого. Но они со мной всегда обращались по божеству. А книгу как? К табуретке книгу? Расскажи, как табуретка. А, у меня, когда я печатаю, стол должен быть нормальный. А раз там пишущая машинка, значит он ниже. Значит и стульчик должен быть ниже. Я ему второе дно сделал. И у меня были там подвижники, там 19 века. Она книга такая желтая, старая. Я переплел, но она прилично такую видела. Ну видно, что она уже ветхая-ветхая. И они когда перевернули эту табуретку-то, ну видишь, что толще сиденье. Они откроволи и достали. Достали, а там все, ну дореволюционное. Уж они ее крутили, чуть не на зубок пробуют. Положат, маленько поведят. Скажите, а почему вы ее спрятали? В ней же ничего нет. Я говорю, мне нужно еще прятать. Мне хотелось жену отмести за границу, а двери снять с петель и ходить с дверями. Все рожи сломали. Я не знаю, чего вы ищете у меня. Вышли там через дорогу в сарай, конура, студенты там эти, юридическая паутетка. Залезли в конуру. Я говорю, что лает на училище? Ищите. Ты у меня там вложил что-нибудь? А у меня конура, большая была для собаки. Говорон уродский занимался. И слежку трава. Залезли под кровать. У меня жена там тапочки шила, разное там. Я береглотом занимаюсь. Там инструменту пыли. И они там лазят. Которые были понятые. Один тупицын, фамилия, а другой Карманов. Это даже нарочно не придумаешь. Пошел вторлет подполковник КГБ за мной. Вот счастье какая. Я думаю, императора так не проводит. И ничего нету. Конечно, тоска на душе. Представьте, что мое дело прервано. 9 января, кровавое воскресенье. Елка сверкает. И мимо елки везут. Я сам не свой. Иногда люди начинают. Я говорю, сиди спокойно, пока тебя не тронули. Не хорохолься. Попадешь туда, столько может быть воли. Я это понял. Намного раньше помог архипелаг Булак. Перешагнул порог тюрьмы и сказал, я пришел умереть. Я зашагнул и сказал, я пришел умереть. И теперь, что бы они со мной делали? Но у меня еще этого нет. Вот они искали архипелаг Булак. Как я его... Кто дал? А у меня заходишь вешалка. И я всем говорил, кто что приносит, вкладите на вешалку. Я возьму. Назад положу. Кто взял, я не знаю. И теперь спрашивают, я ничего не могу сказать. Я пошел, лежит книга. Я ее взял, насчитал, положил. Кто принес, кто унес. Я знать не знаю. И они ничего не могли узнать. Они сильно искали. Я догадывался примерно, с какой местности, с какой области. Но не из Барнауга. Вот вам рассказать все. Вот сидит мой родной брат. И он каждый раз приезжает. Говорит, у тебя область был. Сколько забрали, там машину везли. Гляжу, книги опять все стоят на везде. И как? В церкви у нас строго. Мы стараемся не оборачиваться. Вдруг я слышу, кто-то меня долбит. Я стою. Не оборачиваюсь. Толкает что-то в руки. Ну, в руки я взял и стою. По болезни, когда я выхожу, три книги. Три книги. Редкие книги. Кто дал? Откуда? Понятия не имею по сегодняшний день. Я принял, как от Бога. Меня они ограбили КГБ. Взяли, что-то вернут, что-то нет. Что-то сожгут. Самое обидное, что сожгли письма. Письма я переплесчик, реставратор. И все письма у меня переплетенные. Ну, по 650 страниц, примерно 77 томов. Это пистолярное наследие. Представь себе. И они сожгли две большие кучи были. Письма были от моих дядьев, матерь и родные братья. Три. Ушли на фронт, артиллеристы все погибли. Фронтовые письма. Их не восстановить ничего нельзя. И после этого у меня опять все восстановилось. Как у него. Это Бог делает. Знаете, как на людей это действует? Вот. Я как-то был в приемной. Ну, я не могу зайти к близкому человеку, прокурор края. А у него заместитель генерал-лейтенант Чернов. Вот. Ну, там кто-то есть. Я бы зашел, но нельзя зайти. Там кто-то есть. Секретарь сразу доложила. А тут прокуроры сидят. И вдруг этот Чернов выход. Владимир Павлович. О. Вы знаете, кто-то сидит? А кто знает? А никто меня не знает. Да это же Латкин. Тоже ничего не знает. Да мы же его арестовали. У него 15 монитофонов взяли. Я думал, он проклинает нас. А он освободился. Мы встретились. Он говорит, а мы за вас все время молились. Он сразил меня, говорит. А мы думали, вы проклинаете нас. Наших детей. Я говорю, мы молились о благе вашем. Он прокурор. Зампрокурора края. И потом на пенсию пошел. Встретился, улыбается. Я все помню. Помню, как у вас было. Как вам тяжело было. Я говорю, с Богом легко. Конечно тяжело. Когда приговор считали. Прокурор, судья. Вы поняли, что я два раза так шагну. И на той стороне буду. С Богом. Но придя в лагерь, первое дерево я обнял, заплакал, поцеловал. Дерево увидал на второй год уже после ареста. Везде питом. Это тоска не выразишь. Я говорю, хоть одного верующего поймайте, посадите, чтобы поговорить мне с кем-то было. Никого нигде нет. Я один. Но в этом одном ковался характер. Я каждый день проповедовал из Бога. Вопросы? Вопрос личного такого характера. Я хорошо слышу, что не усилил голос. Понятно. Значит, звонил людям, то есть уже верующим в нашей церкви. И некоторые задали вопрос. По слуху знали о вашей личности. Говорят, почему вы ушли из старобрячества? Знаете, если я уже узнал, что мне назначено от Бога, не узнал, где есть жизнь, я по неволе должен был уйти. Я был у старобрядцев в Новосибирской церкви, и они меня преследовали смертно. Лугали до безумия. Первое обвинение было, что я увел всю старобрячество молодежи к баптистам. Накреветали. Потом я узнал, кто это сделал. Такой был у них миссионер, священник, с пронзи, отец Павел Морозов. Он с дочкой своей, с Марией ездил. А в Москве, там что, приняли решение, меня под запрет, и я не мог защищаться вместе с женой. Но я не виноват, я вообще этого не знаю. Проходит какое-то время, и этот священник попал во палу. А он был духовник самого архиепископа, там метрополия еще не было. Он стал их обречать в связи с КГБ. И они его запретили. А раз запретили, он не может служить. Он полез дальше, стал служить. А они с него сняли, сняли, он давай их там до проклятия. И тогда они запретили его даже отпевать. И когда это все случилось, мы поехали с женой Надеждой Васильевной, и там Сахаров был такой благобразный, священник, он обнял нас и говорит, хорошо, что они никуда не ушли, старобряться. Это на вас не неправду, возвел отец Павел. Теперь это все узнано, с вас отлучения снято. И нам дали документ. Мы приехали, тогда был отец Трофим. Все засчитали, с нас сняли. Но сразу же началось опять новое движение. А мы сфори выехали. Я понял, там ничего нельзя сделать. Там смерть все покрыла. И мы выехали в Барнаул когда, никакого отлучения не было. И больше к старобряться мне на ноги ни разу не положил. Мы сразу же пришли в храм, я пошел на испыть, священнику говорю, такое было это действительно. Он говорит, никакого отношения это не имеет. От кого, а что они меня будут отлучать? К ним я больше не приходил. Они пустили молву. А его отлучили, его запретили. Тогда я в Москве был, а они очень хотели, чтобы я вернулся к ним. Я говорю, вы сначала найдите документы, где вы меня после, когда я ушел от старобряться, где вы отлучали. Они пошли искали, искали, вернулись. Там Антонов был, Александр. Сильвини-то хорошие. Брат родной митрополита Али, Алипий-то, Алипий был. Ничего нету. Давайте забудем. Я говорю, я не привык к этому. Я люблю до конца. Поищите хорошенько. Есть такой документ или нет? Потому что молва-то прошла, а ничего оказалось нету. Приезжали тогда, кажется, два или три епископа, и сильно тоже приглашали. Но они поставили мне невыполнимого слоя. Вы приходите, но быть в полной покорности отцу Николе Думнову. Как же так? Ни Богу, ни Библии, ни Коле. А Никола, я его уже знаю, он лишнего шага не сделает. Епископа не облещит. А для меня нету разницы. Премьер-министр, президент, патриарх. Я говорю все, как Библия говорит. Поэтому мои книги, они режущие, они колющие. У книг у этих масса врагов. Но обвинить меня ни один не сможет. Наш епископ сказал, это бесполезно. Все книги пропитаны Библией, святыми канонами, православными житиями и прочим. Я больше устаравляться никогда не был. Это истинная церковь. Я там венчался, крещал. Но работать в евангельском духе абсолютно невозможно. Я понял, зарытый талант там. И я занимаю отвечу перед Богом. Если бы я был у старобрядцев, детского лагеря не было. Ни о той книге не написано. Ни о новостей, что я езжу не было. Этого ничего бы не было. Я просто зажал бы голову между ног и сидел бы. А меня бы тут у Синовой Феди, Володя, долбили бы. А я должен был только молчать и не сказать никуда не ходить. А мне дверь открыта к сектанту. Многие пришли и стали православными в моем доме. Ваптилисты, адвентилисты стали православными батюшками. Это все намерство. Спрашивается, зачем это мне нужно. Со старобрядцами у меня нет никаких расхождений. Я старобрядец был и остаюсь. Я за то, что и крещу избу персона, и символы веры Господа Истинного Животворящего у нас. У нас все осталось то же самое. У них есть священство. Но работы среди них невозможно. Меня разделяет с ними не догматика, а жизнь. Я их считаю людьми, которые не имеют духовного рождения и не понимают, что такое быть исполненным Духом Святом. Что такое исполнять священное действие благовествования. И старобрядцы, у меня вся старобрящество, те самые свирепые люди. Они 300 лет никогда не могут ни простить, ни... Ну, одна же статья появилась такая, в Алтайской правде. У злого человека голуби не водятся. Ну и все, статья голубяки. У меня сестра приехала, я говорю, Валя, вот она сидит рядом. Ты поищи среди старобрядцев человека, который голубей держит. Она приехала, братка, ни у кого нет, она меня так звала. А потом, есть один, нашли. Кто? Из Красноярска. Так он пришел-то от ваших, как выйти, Никаньян недавно. Он голубей оттуда привез. А я встретил только сейчас Маслянина. Сегодня батюшку, отец Виктор. У него три голубятни. Я там насмотреться не мог. Он, понимаете, у него улыбка, он буквально весь сочится. А сестра говорит, у нас храм строили старобрядцы. Ну а голуби к храмам как-то, видишь, да камнями бросали отгоняли. Старобрядцы это самые непримиримые, самые мстительные и злопамятные. Каких я знаю, сектантов и всех. В этом они занимают первое место. Ну я не говорю об этих, это наш круг, они уже нашим духом пропитались. А эти они никогда не прощают. Никогда. Вот был такой у них Евгений Бабков, его дети, 9 сыновей у него было. Он архитектурную закончил в Москве, кажется. И у нас такие отношения были неплохие. Но я допустил ошибку, роковую ошибку. Когда писал поздравительные с Рождеством, то конверт, который направлял баптистам, положил к старобрядцам. А там написано, легко понять, что речь это баптистов-то. И я назвал их братьями. Это мне никогда не простят. И он приложил все силы, чтобы нас там не было. И когда с нас отлучение сняли, мы выходим, и уже в тамбурь. А он заходит. А вы что здесь делаете? В архипископе в Москве. Мы говорим, отлучение сняли. Сняли. Так стойте, не уходите никуда. И пошел туда переубедить главу, чтобы переиграть по-новому. А они не прощают никогда ничего. Проходит какое-то время, он вышел, мраще такой. Ладно, идите. И он уже ничего не доказал. Нас все поздравляют, отлучение сняли. Отлучение сняли. А тут же сразу... А когда отлучение еще не было снято, то у меня близкая знакомая. Вот его дед. Это герой веры. Приговоренный к расстрелу за веру был. Мой друг. И там был дед Андрей Долгов. И они сказали, что к Лапшкину не ходите. Как так? Еще чего захотели? Как не заходить? Я к нашему друзьям. Вас тоже отлучим. Он говорит, слишком много хотите. За то, что они... Мы вчера друзья были. А теперь пришла бумага. Я не дожил, я тебе передал. Говорит, чего ради-то? Я от него Евангелие получил первый раз. Как Александр Иванович, сейчас показали тот Новый Завет. Поэтому среди старобрядцев я оказался чужой. И чужой навсегда. И вот этот Евгений Бобков однажды ехал на машине. Вот он был из самых грамотных в старобряществе. И он уснул. Уснула, шофер рядом. И вдруг с той стороны там кустики разделяли, как два направления движения. И Татра несется со всех ног. Колес туда мимо. А эта машина летает под нее. И он мгновенно погибает. Вот этот Евгений Бобков. Какая причина? Бог его знает. Но до конца Андрея Долгова, который за вам все время уговаривал, что не встречайся с Игнатием. Он говорит, как не встречайся? Я все, что у меня есть, от него получил. Не встречайся. То есть это страшно мстительные люди. Ником взял реформу. Я говорю, реформа не нужна была. Но на этом остановитесь. Ником, Ником. Вот Карл Посикович, который в Абазе был, когда приехал этот Песков Василий Михайлович, он говорит, я с ними разговариваю, Карл Посипович. Он говорит о них, они как будто он за стенкой живет. Как будто 380 лет побок. Я говорю, война была, а он не знает, что отечественная война была. Петру проклятие. Это он с немцами икшался. Петру проклятие. Это немцы, Гитлер, это Петру проклятие. У них все настолько сужено в этом направлении, они не видят света. И как бы я там был при моем характере, при моих талантах, при моем отношении к жизни, как я бы там был-то? Это никак. Не я ушел, они меня выдавили, они меня выгнали, они меня опозорили, и я на них ничего не имею. Я к ним просто приехал, у меня там теща была. Я даже не знаю, то ли она умерла, или что. Но я стою в храме. А уже литургия у него прошла. Они догадываются, что это я. Уже не видели. Третье поколение растет на ненависти ко мне. Уже дети, внуки. И меня не знают, там шмаковые ряды. А все плянут. Никто меня в глаза не видел. Они продолжают насаждать и насаждать. Она подошла. А вы не Игнатий Лапкин? Я ей показываю. Она за шабарщала юбками. Батюшке. Батюшка сказал, чтобы вы вышли из храма. А я стою. Она подошла. Ух, бредный какой. Прямо шипело так. А я стою. Не литургия. Я не отлученный. Ничего за мной нет. Но им надо было доволоть. Вот их епископ пришел ко мне. Я пригласил их епископ. Епископ это генерал. Он заходит. Мне хочется угостить его. Я говорю, мадыка села, оставайтесь за стол у меня. У вас иконы не каньянские. Я говорю, сразу старообрядческие иконы на стол. А мне с вами нельзя. То есть я хозяин, его приглашают. Со мной за столом нельзя. Я говорю, я не буду. Я буду только прислушивать вам. Но мне хочется угостить. Он еще что-то. Я вижу, что он нахажничает. Я говорю, знаешь, нужда приспичит. У меня у поганого ведора будет сидеть и есть. Ну тогда уж, конечно. Он сразу себя проткнут. Понимаешь, они не знают меры в этом состоянии. Ну не такой я, как он. Ну не такой. Ну понимаешь, и ты не такой. Ну я тебя не преследую. Я старообрядство принимаю такие, как есть. Потому что у них есть священство законное. Их книги я распространяю. Там, Мельникова Федора. Ну доступись от меня. Ну ведь уже 40 с лишним лет, как я ушел. 40 с лишним лет. Ничуть не бывало. Они через 400 лет меня будут продолжать книги. По-моему, моя книга, кто-то послал Феде. Он ее задрал. Мне такое письмо написал. Это самый страшный богохульник не пишет. Я сжег книгу. В следующий раз она у меня в туалете будет. А у меня на каждой странице по 2-3 стиха из Библии. И для него разности нет. Это я говорю о которых они знают. Члены Новосибирской общины. Там ненависть буквально сочится из всех членов. Притом, ну ни в чем не виноваты совершенно. Ну вы как Никон. Раскол туда. Ну да. Понятно. Это понятно. Понятно. Никон за себя ответит. А вакуум за себя. Никон каялся. Никон умер в вере. С него снято там, что было, какие от царя. А вакуум сожжен и канонизирован. Ну успокойтесь. Ну пора бы уже. 300 лет за плечами. Со старобрядцами оказалось мне не по пути. Они меня шили и затоптали. Может у вас вопрос какой-то есть? Я много читаю на сайте. Погромче. Много читаю на сайте, бываю. И я на многие вопросы. Видите, у нас есть люди, которые заходят и которые что-то слышали. И когда проходит время, они просят прощения. А мы-то думали. Ну и люди-то между собой говорят. Я попал в одно место, там один сайт. И разговаривает. А кто такой Лапкин-Ненакий? На один говорят другой. А священник Нижегородский говорит. Сведения, которые мы здесь выставили, это слишком мало, чтобы дать человеку суждение. Но одно то, что он начитал Библию Златоуста, говорит все-таки его положительным. Давайте придержу сомнений. Если нет, отрицательное считать положительным. И гляжу, сайт почти закрытый. Один там тоже разбухтелся, как говорят. А другой священник, а вы знаете, как просит, когда у Бога, как Бог отвечает нам. Вы хоть маленько слышали или нет? Ну, конкретно. Нет. А я, говорит, скажу. И дальше начинает он приводить, что знает из книг. Приходил ко мне, оказывается, я его фамилию не знаю. Вот мне звонят из Германии. Раз, внука на операцию кладут, помолитесь. А в Германии молиться некуда. Мы слышали, вас Бог слышит. И о чем молиться? Ну, операцию на сердце. У нас один только внук. Я говорю, я сейчас помолюсь. Ровно через три с половиной минуты он умрет на операционном столе. Вы согласны? Молчание. А потом, а почему он умрет? Так откуда я знаю воля Божья? Так молиться или не молиться? Нет, ну а почему он умрет? Потому что Бог ответил, что он будет злой преступник. Он вас всех убьет. И будет больной, и никому не нужны. А как вы узнали? Я взял 2 октября житие святого Фомы, апостола. Я не о вашем сыне сказал, а вообще. Так молиться или нет? Я буду молиться волею Божьей только просить. Помолитесь. Я молюсь, ну проходит часа три с половиной, звонят. Операция прошла успешно, все хорошо. Но температура прям не могла сбить. Я помолился. Полчаса прошла, температура поползла. Мне ничего не зависит. Я стою в комнате. Откуда мне знать? Вы сказали, я прошу волю Божью. А я не знаю ничего. Еще вот думайте во мне. Во мне вообще ничего нет. Я себе не знаю, где я ужинать буду сегодня. Вот здесь показываю. Понимаете, Богу надо довериться, волю Божью познать. Серафим Сарубский сказал, смысл жизни – стяжание Духа Святого. Ни один святой не выразил так эту мысль в сжатом виде. Больше никто. Даже у Златоуста нету. У него пространно. В общем, об этом сказано. Но вот в одной фразе никто не выразил. Стяжание Духа Святого в любом действии, в любом разговоре на желом и главном. Как Богу угодно. А как Богу угодно, я не знаю. И поэтому я просто молюсь. Говорят, а почему вы решили, что именно уезжать нужно? Я не могу ответить на это вопрос. Просто у меня ответа нет. Я встал, и мне мысль, которая охватила всего меня – нужно немедленно уезжать. Так мы же договорились. Ребята, покоимся и мгновенно выезжаем. Быстрее, быстрее. Игнать машину надо. Игнать, игнать, игнать. И оказалось, там сидят люди в любом городе, уже ждут. Это я говорю про поездку. Вот сейчас на Байкале были. Когда доверяешься Богу, жизнь как-то приобретает совершенно другой смысл. Ну а если я молюсь, а вот как-то не приходит ответ или вообще ничего нет? Ты его просто получил и не понял. Бывают люди просят, и получив ответ, они не знают. Они не знают, что получили. А как узнать, что получил? Да то, что ты не получил, это означает, что ты получил. Ты волю-то должен. Это наглое. Посмотрите, если ты просишь у кого-то, чего-то подошел, там, ну, допустим, ну, простой, да, закурить, а он не дает. У тебя два варианта. Согласись, что он не дал, или я тебе научу корей. Второй вариант. Брать за грудки и коряна между ног бить. И в карманному табаку забирать не ушел. Вариантов больше нет. Два варианта, да? Да, только два. Но у Бога остается один вариант. Согласись-то с тем, что он дает. Я прошу, да будет воля твоя. Я просил. И теперь то, что у меня есть, я принимаю как от Бога. И это действительно от Бога. Дальнейшая уже жизнь покажет. Хорошо, что я согласился. Молитва трех ступеней. Некоторые не знают. Первая ступень, вот она. Там все, мусульмане, боддисты, кришнаиты, все просят. Дай, дай, помоги, спаси, защити, укрепи. Это просительное. Вторая, это благодарение. На ней меньше людей. Получил. Пошел, забыл. Ну не ездит ли с Элинас? Почему один вернулся и благодарит, а остальные разошлись? Благодарение. И третья ступень, высшая, хирургинская, славословие. Я не прошу, и мне благодарить не за что Бога. Потому что я со всем согласен. Я только говорю слава отцу и сыну и святому духу. Аллилуйя. Я поднялся на третью ступень. Но так как я на земле, я очень часто опускаюсь на первую. Господи, саделай путь успешен. Сердца людей расположи, кто придет, чтобы они приняли то, что ты скажешь им. Я не просто хочу сказать, а чтобы Бог вам ответил. А где я не расслышал голос Божий, я вам ответил неправильно. Помолитесь, чтобы этого не было со мной. Прости меня, Господи. Я хотел быть верным Богу. Не вам угодить. О Богу. И поэтому, не получив, это означает, я получил. Я не знал как. Вот я просил, я жуюсь. Нужны мне дети или не нужны. Будут они или не будут. Я в равной степени одинакового должности второй ступени благодарить. Благодарю. У меня 12 детей. Благодарю, Господи, что дал мне 12 детей. 11 сыновей, одна дочь. У меня нет детей. Ну, нету, нету. Какая причина? Жена аборт не делала. Нормально все. И я нормальный. И у меня в семье у отца было 12 детей. Но детей нету. Я в равной степени благодарю. Господи, слава тебе. Детей нет. Я такой свободный. Я чужих детей набрал. 40 лет начальник детского лагеря. Тысячи детей подняты. Как я благодарю Бога. В тюрьме я ни о чем не думал. Ни о детях, ни о ком. Я один, я свободен. Меня пугать нельзя. Должность, диплом я бросил. У меня ничего нету. Когда начинают шантажировать власти шантажировать, то от них. А у меня ничего нету. Они только думают. А у меня нету. Вот я разговаривал. Отец, где пихуйня, 7 лет сидел. Всем предлагали сотрудничество. Мне не предлагали. Потому что они видели, законченный дурак на 100%. Там с него ничего не взять. И даже ни разу не предложили. Как этот Виктор Суворов говорит, ну хоть бы кто-то меня вербовать собрался или что-то. Вышел, сел в ресторане. Вот пишут он, аквариум-то. Виктора Суворова знаете? Советский контрразбежщик бежал за рубеж. Это слышал. И два же приговоренных к смерти. Считали? Я слышал. Виктор Резун. Слышал, слышал. Резун. Это он. Его приговорили как Суворова. Книги выходят. И Резуна. И его в Англии спрятали. Ну просто зайдите. Резун. Суворов. И все данные пойдут. Его книга аквариум. Фильм поставленный. И он доказал, что Гитлер опередил Сталина ровно на две недели. Сталин первый готовился напасть. Все войска были стянуты. Готовилась армия парашютистов. Он все доказывает. С ними не заспорит никак. Но Гитлер опередил. И поэтому все самолеты сразу были сожжены. Готовилась война наступательно-необородительно. До обороны ничего не было готово. Поэтому такое ужасное поражение. В первом месте войны почти 5 миллионов только пленных было в России. И он это все доказывает. Я почему говорю, обращаясь к неверующим людям. Ну потому что это опыт. Я заранее знаю, что они не примут. Я заранее знаю, что они будут лгать. Но я с этим согласен. Я благодарю Бога. Они клевещут. Это мой крест. В Англии есть такая поговорка. Если дело твое не терпит сопротивления, оно не угодно Богу. Мое дело всегда терпело большое, мощное сопротивление. Патриархия, старообрядчество, КГБ. Ну просто нет того места, где бы на меня не нападали. Но все как-то примеряется. И оттуда приходят люди. И уверуют, и делаются людьми. Просто это не мое. Только плохое дело без препятствий можно. Ну да, если я знаю, на чего я прошу. Вот вчера у меня были сомнения. Я зануда просто. Зануда и замуд. Я знаю. Я мелочный очень человек. И мне вот так вот шторка как закрыта. Это я уже замечание сделаю. Должна быть тщательно. Ни одной нигде не было. И я объясню, почему это. У меня есть объяснение этому. За столом у меня щетка в левой руке высочек. Сидит прямо человек. На столу, за грань стола никак не наклоняется. Я объясню почему. Если вот так, я могу ему полбу щелкнуть. Журналист, для меня это киношник, режиссер. Я его предупредил один раз, второй раз ложкой по лбу. Он сидит тогда прямо. И вот едем, когда и что-то, какая-то мелочь, что-то сказал. Я сразу едаюсь у него. Я за этим вижу другое. Начинаю ему объяснять. Я слышал, ты с женой так разговаривал. Это абсолютно неверно. Ты прошел, ты сейчас нахамил мне. А он ответил простыми словами. Зачем ты возникаешь? Дела не знаешь. Он просит прощения. Потом, когда я ему все рассказал. А тебе не надо просить, даже прощения было, цветы не стрелял. Разговор не о тебе шел совсем. А я понял обо мне. Не развитось. Женщина, мол, мозги сожрали тебе. Надо было подальше опадить этот урок людей. Тогда бы ты проникал в то, что говорится. Самое опасное, самое дорогое удовольствие женщины, это надо ребенку долбить. Чтобы он боялся пальцем прикоснуться. До времени пока придет. Так много человек. Я согласен на все стороны. Женщины должны по уговору. Аркадий. Аркадий. По стул девичий. По церковному слову. По слову Аркадий мне напомнило одно. Конечно, вас не касается. Что значит жить честно? В России и в Америке. Приехал там один Аркадий в Америке. Ну и вот здесь хорошо торговал. А там знакомый. Через знакомого его устроил. Ну и хозяин пришел. Как? У него нормально работа идет. Он просто специалист в этом деле. Он решил холодильник. А потом говорит, а это что там? Лодыжка такая лежит. Это я говорю, себе взял. Себе взял? А ты заплатил за это? Как заплатил? Я же сам торгую. Что, не наторговал бы на эту лодыжку? У нас так нет. Как ты наторговал? Ну, я тебе скажу, мясо-то было, говорит, сегодня, говорит, произвели вторым сортом. А я его первым сортом пустил и все. Хозяин так и ахнул. Как же ты мог сделать так? Так никто ничего не догадался даже. Мясо-то хорошее было. Еще объявил это. Мелочись это. Да хозяин пришел домой. Всех клиентов знает. Давай звоните. У меня новый продавец. Он ошибся. Мясо-то было вторым сортом. Принейте там сдачу и возьмите. Всех обзвонил. А Аркаше билет в волчьи в зубы. И Аркаша пошел. И больше он нигде не устроится. А об Аркаше везде сразу все узнали. Никогда не принимать его торговлю мясом. Может быть он Кока-Колой будет торговать. Получше получится. Бутылку-то он не выпьет. Более 2-3 бутылки-то. Вот такое дело. Отношение к жизни. Это с детских лет надо вдалбливать. Я слышал такой рассказ. И я в это верю. За границей оказался человек. Который в России занял деньги. И оказался в эмиграции. А кому он должен оказался в России. И он всю жизнь спрашивал уже составившись. Нет никого родственника. Я у него занял солидную сумму. Я бедный человек. Но эту сумму я положил в банк. Неприкасаемое. И наказал завещание отдать. Если я умру. Я умираю скоро. Но долг на мне висит. Ну кто бы. Советский Союз нельзя. И вдруг перестройка дверь открылась и приехал. Он узнал что сын приехал там в Версак. Он прилетел туда. Наконец-то снял с меня Господь. А там с процентами уже от него дошло. Он все с процентами снял. Сыну отдал. Отпусти мою душу на покаяние. Я прожил за границей вот эти 50 лет должником. Вы понимаете. Это такая тягость на мне. Да у нас сегодня если не можешь отдать пропадет и пробовать. Замел следы дают. Чтоб я к тебе не нашли. Это другой тип человека. Я один раз присутствовал при споре. Под машиной лежит белый за белых. А стоит красный. Так выразимся. Оба русские. А оба за 70 лет. И между собой крепко разговаривает. А этот который стоит и стал говорить. А вот там представители поступали не так. Лежут вот вылазят и говорят. Трофимыч, а ты не прав. Почему же я не прав? А вот я в голос встал говорить. Громче говорит. Ты возвысил голос свой. Тот постоял. Да. Иннокентий, ты прав. Повернулся и пошел. Да у нас бы он заплевал. Голос смотришь, подло учишь меня. Я знаю какие слова. Я вот летел на Финнер в Америку. И там разносят стюардессы. Ну и подошли ко мне. Я английский маленько разбирался. Я говорю, у нас сейчас пост. Нельзя это там что дает там фрикадельки разные. А что можно? Я говорю, растительные. Так я заметил, к ним ко всем два раза подходят. Ко мне четыре раза. За ними там и орех разный. И землянику там мороженую. Это было в 92 году. И они у меня перед глазами, эти девушки стоят. Скажут, да это у них профессионально. Это не от сердца. Зачем я буду догадываться? Мне понравилось. Понимаете как? У нас она продает ступку, а пестика нет. А брат говорит, пестик так делай. Хоть кулаком толки. А она разговаривает с подругой. Она так глянула. Тебе дают, что то и жри. Что тебе еще надо? Ну я купить не могу без пестика-то. А ей какая разница? Вот в этом наша разница. Это иногда в ребенке в детстве заложить. Можешь это или нет? Или просто ребенка родил и пошел на белый свет. Я зашел, сейчас не помню, где-то в Сакрамен, так кажется, был. Ну а тут замуж готовились две девушки. И платье. Я решил попросить там, у меня деньги давали и купить платье. Зашел, платье грудь вырезана, нет. В другом месте рукавов нет. Я стал описывать, как нужно платье, чтобы закрыто было, как воротник, как ошейник по собаке, плотно, ровно. И закрыто все. Я зашел, я не рад. Они меня серьезно расприняли за покупателя. Раз я зашел, потенциальный приобретенный покупатель. Они начинают звонить, с Сан-Франциско, везде. Так, когда прибудет, они уже созвонились. Я как бы вырвался из магазина, то у меня денег-то нету. Заделять. Понятно? Вот когда у нас до этого дойдет, вот тогда этот кабоизм наступит. Сознание надо менять. Сознание надо менять. Сознание, оно на другом построено. Вот я еду дорогой, сидят студенты. Моя не сидела, шатался по вагону. Подошел и заглядываю, что считают Библию. Я прошел, там снова сидят студенты. Я опять подошел, Библию считают. Я в третьем месте говорю, что что-то другое считают. Прохожу опять Библию. Зашел к правой книгу, у нее Библия лежит. Где у нас ты Библии-то увидишь? Василий Песков пишет, когда зашли мы в гостиницу, там где ночевали. И там, говорит, жарко. Я гляжу, на столе Библии лежит. Кирпич Библии, он говорит. Я ее взял и в дверь-то подложил. И тут же был наказан. Налетели москиты и всю ночь нас кусали. Как он пишет, про звери это везде. Концамольская правда. У нас другое отношение к смещенному писанию. Понимаете, он работает. Вот я еду, меня отправили в Вашингтон из Нью-Йорка одному. Чужая страна, да еще глаза-то так не видят. Там написано «Смоукин». А я прочитал «Ноу Смоукина». А ну там затушевано-то. Я зашел, гляжу, один курит, второй. Я говорю, а почему курит-то? По-английски спрашивают. Тут же написано «Некурящий». Он говорит, нет, вагон это не курящий. Вы просто не посмотрели. Хорошо, хорошо, извините. Я у вас проведу другой вагон. У нас вагон безвесменов есть. Я в вагоне безвесменов ехал за то, что спросил. Да меня бы он запер такой курятник. А я первый раз увидел, какой вагон для безвесменов. Какие столы, какие они сидят, дяди Смиты. Я зашел, а там было жидкое, разное. И я один маленький пакетик взял в карман. Представляете, это своим показателем. Я вышел и пошел к тормознику. Пришел, я говорю, я из России, я один пакетик взял. Можно? Я говорю, какой, какой, пожалуйста, берите. Я хотел показать, как у вас делают это дело. Понимаете? И вот он узнал, что я еду, он, как называется, клейбайте. Они работают двое. А через два вагона, у нас как в метро, вагон, 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 видать? Там пуля непробиваемая, видимо, это будка. И там полицейский стоит, и туда два вагона едет, туда, следующий другому. А эти двое ходят в вагоне. Они работают. Бабушка, они подходят, вещи выносят, это все бесплатно. Это все, какое стоимость. На сиденье у меня написано, он подходит, ага, слазит. Подошел, предупреждает. Вас где встречают? Я говорю, сказали главному. Значит, до главного едете. Подходят вещи, я говорю, вещей нету. Пожалуйста, вы, вы, мне из рук руки передали. А у нас один на четыре вагона, он дорогой спит, и что там в вагоне делается, что украли, его не касается. Они работают. Я видел, как они работают. Такие вот ребята, вот такие вот, здоровые, крепкие, с бабочками. Как они в ресторане работают? Бегом все тащат, а который со мной едет, он ему раз, пять долларов под тарелку. Это, я говорю, за работу. За это само собой, а это за работу. Он работает. А у нас он шаманит. И это действительно надо закладывать со священным писанием, что мы люди верили в Бога. Без веры в Бога человек мерзкое, страшное, злобное животное. Он еще думает, что человеческое, но он не знает, что ждет его дальше. Не знает. Вот только, вот прямо на днях я в газете читал. Предприниматель. Учитель в школе они трое все. Вместо троих-то кописок, комсомольская правда. Ну, а эти-то вы вышли, один зам главы администрации, города какого-то. Ну, город не областной. А другие, а у этого они зажимают и зажимают, несправедливо. У него не ладится никак. Наконец-то он покупает пистолет, приходит на прием, и прямо на приеме двоих сразу застрелил. Это он, который уже готовился главой администрации быть, уже баллотировался. И второй, который больше всего пришел. И третью пулу пустил себе. Они его третировали, уничтожали, кажется, три года. Это товарищи, школьные товарищи, комсомольские работники все. Три трупа в одном кабинете. Нас убивать не надо, мы самая истребляющаяся нация. Не надо говорить, что там какие-то виноваты. Мы сами. Всех красавицев распродали за границу. И не знаю, где конец этому будет. Вера в Бога, она цементирует человека со Христом. Я тогда верю и поклоняюсь ему. Вопросы есть еще какие? Когда вопросы у человека возникают, вот Илья очень хорошо ответил. Я в книгах эти вопросы ответил. 4124. Заходите на наш форум. Когда на форум, не на форум, на сайт, то справа столбец 55 тем. В каждой теме вопрос из какой книги том. Вопросы, а не вопросы. Вопрос ткнул, сразу ответ открывается. Я хочу. Знаете, в жизни будет не так, как думаешь. Когда книги у меня вышли, а вопросы, первый том были они по тематике, а потом как поступали, так и печаталось. Ну и стали говорить, надо как-то группировать по теме. Допустим, дети, работа, литература, политика, искусство. Я говорю, я умру, кто-то сделает. Но когда форум в сайт стали открывать, я понял, никто этого не знает. Я снова 30 томов промолотил. Значит, сначала я материалы должен был иметь, потом я должен был это написать, потом корректура, в отсутствие корректуры я снова проверяю, каждую книгу, ну, 4-5 раз пришлось, даже свои. Ну и, естественно, пришлось цифровать, потом вот это придумать. У меня стало уходить за компьютером, два дня было по 20 часов. Представьте, я вот крутится, а там кухня, на этих квадратах. Я вот так шагнул, пока повернулся и уснул, стоя. Проснулся, где же я нахожусь? Так, ага, пищит магнитофон. А я, хорошо, его нельзя сайт, как только он кончится, я должен перезарядить. Оцифровка идет, пленок, оцифровка. Дошел до кухни и опять уснул. Но все было сделано. Вот когда люди говорят препятствия, я просто о жизни говорю, у меня никогда в жизни не было что, препятствия неуполнимые, и я отступлюсь. Это невероятно. Я полностью доверяюсь Богу. Бог как-то сделает, как-то не знаю. Самое главное препятствие – это лень. Как я не могу отлететь? Ну, Бог сделает. Тут еще было вот на три товарища, ну, все они как шофера, затеяли какой-то лимит, вот там до 20 тысяч километров, сервис бесплатный. Ну, машина нормально работает. Нет сервиса, сервис. У меня сервис сегодня с туалетом ассоциируется. Они загнали. Ну, нет ни одного шофера, поехал вот главный. А он какой шофер, ни машины, ничего нету. А они, как говорят, раздербанили всю машину нашу. А последний день перед тем, как зайти, она прошла за один сутки 1615 километров. Это что-то? С Тобольского один день мы приехали. Ну, два шофера менялись. С Тобольского. Никакой жалобы, но она где-то подсопривала, маленько там. Даже не текло. В первый день, когда вывезли оттуда, она лужи. И отправились, и там Кузидеева, там, заехали, когда-то уже Кузбасс. И она намертво встала. И мы в Квете. Она тут просто встала, и все. Сережа поехал, он сидит. В часа 34 заряжали аккумулятор, он только на 3 минуты. И там нашли мастера, и он разобрал. Что там разобрали-то? Генератор. Генератор. Там стружка какая-то замкнула, пробила, он все нашел, размотировал, и по сегодняшний день ездит. Я, это слово сервис, как огня боюсь. Понимаете, ну, Богу-то надо довериться. И когда мы лежали там, мне-то, главное, машина, груженная книгами. Все остановилось. Но остановилась эта машина. Он там водится. У меня в мыслях машину не восстановить. Теперь моя задача найти двор, где мы согласились машину подержать. У меня нет денег. Но у меня в мыслях. Я сейчас возвращаюсь, в течение недели я приобретаю новую машину, загружаюсь и выезжаю. То есть совершенно сумасбродные планы. Но они все выполнены. Эту машину бросаю, будет новая. Сервис буду объезжать, но дело будет делаться. Это благовестие. Они так кахнули. У тебя рубля нет, ты в миллионных долгах. А для меня это не существует. Я для Бога делаю. У меня великий банкир, он рассчитается. Им подшлет людей и будет сделано. Бросить машину, книги потом как-то вывезу, но дело будет делаться. Я благовестник. Я должен дело Божье делать. Игорь знает это. Потому что его родной брат, он сидит там, за рулем сейчас. Только окончил, только окончил школу шоферов. Но уже все идет. Единственное, я его боязнь заднего хода не умею делать. Но уже два раза попятился. Если он уже развернулся где-то, он за полкилометра едет, ищет площади, я развернулся в прямом ходе. А там только он взялся назад. Но мы надеемся. Я его допекаю прям, не знаю. Только он начинает смело. Зеркала боковые, задние, это не тощие. Начинаешь ему водить. Один выходит, маящик, не вас из кабины. Он должен учиться в зеркале работать. А их там не учили этому совсем. Со мной очень трудно им. Но мы едем, и опять помолились, попросили друг друга прощения. Потому что за общую безопасность отвечаю я. Беседу с людьми, это моя работа. А все остальное, ты отвечаешь за машину. Тот отвечает за пределы, сколько соли насыпать, где-то не прикасаюсь. Вот там у нас собака едет, смущенная собака. Она охраняет. Мы спокойно с улыбками и овчатками. Да я зашел в завол, она даже не гавкала на меня. А, она не начинает. Я уже три раза предупредили, что не гавкала на меня. Моё возьмите с собой. Собаку. Сергей не просто так, а первое место в крае занимал. По стране разъезжает. По стране 20-го. Если вопросов нет, мы, наверное, вас отпустим, потому что у каждого свой путь. Точно. Точно. Мы коротко поблагодарим Бога, если вы не против. Да. Я совершу молитву. Боже, милости будь мне грешен. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец ты грешил, Господи. Прости меня, грешен. Слава тебе, Владыка, за прекрасный вечер. Путь милости, в посеянной сам возрасти. Коснись каждой души любовью твоей, дабы никто не оказался опоздавшим. Дабы жертва голговская, пролитая кровь, была для каждого из нас исцелением. И наше путешествие сделай безопасным и транспорт, и животное. Да будет благословен этот дом. Исполни желания, живущие здесь во благо им. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Трехтомник никому не нужен? У нас несколько экзонтированных продаж. Мне нужны два комплекса. Как, это три книги? Это один из гад. Это один из гад.